Дорогие друзья, внимание, я рад наше мероприятие, наше встречу с Юрием Сергеевичем Пивоваровым, академиком, директором. Садитесь, садитесь, Крюшевич. Спасибо, Владимир Владимирович. Садитесь, вы Юрий Сергеевич, да. Спасибо. Все садитесь. Все садитесь. Вот, рад объявить эту встречу нашего центра Юрий Сергеевич Пивоваров, директор Института научной информации по гуманитарным наукам Российской Академии наук, академик, один из, по-моему, на мой взгляд, очень крупных, очень значительных мыслителей современной русской истории. Вот, то, что называется философией истории, в отличие от нехорошего слова историософия. И Юрий Сергеевич Пивоваров любезно согласился, да, один из авторов нашей книги «История России XX век», автор многих собственных книг замечательных совершенно, любезно согласился поделиться с нами своими мыслями о вот том 20-летии, в котором нам всем Бог дал жить, и вам, и нам жить и пережить вот эти 20 прошедших лет после коммунистической России. Вот как они вкладываются, как они воспринимаются в контексте всей русской истории. Что это такое с точки зрения развития российского общества России. И поэтому, видите, я волнуюсь, даже немножко заикаюсь, но я надеюсь, что, в отличие от меня, Юрий Сергеевич не будет ни волноваться, ни заикаться, а в своей всем известной, прекрасной манере лектора расскажет нам о той теме, которую вот мы заявили. Так, Юрий Сергеевич, прошу вас. Спасибо, Владимир Сергеевич. Этого надо сюда говорить, да? Да. Меня слышно, да? Да. Хорошо. Где надо, там слышно. Я надеюсь. Добрый день. Я извиняюсь, что я опоздал. Просто в МГИМО, где я преподаю, между прочим, то есть для меня МГИМО – это не чужое место. И учился, да? То есть, опять же, не чужое место. Все время пробки стали, да? И это говорит, кстати, 20 лет назад пробок не было. Россия изменила за 20 лет. Теперь пробки есть. Значит, это название придумал Андрей Борисович. Мы с ним долго думали, как, 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 значит, назвать. Я предлагал разные темы, но потом остановились на этой. И, ну, даже действительно, интересно же поговорить о том, с молодыми людьми, о вашей жизни. Потому что как раз ровно вам около 20 лет, и это ровно ваша жизнь, да? Это как если бы мы с Андреем Борисовичем сейчас были в каком-нибудь 72-м, 70-м году, да, и говоря о 20-летии, прошедшем там 52-го или 50-го года. Ну, примерно так, да? Потому что у нас совершенно другой взгляд, чем у вас. Для вас-то вся жизнь, а для нас это вот только кусочек. Ну, в этом году, я думаю, будет масса всяких докладов на тему вот про 20-летие. Действительно, в 91-м году 20 лет. Такая вот дата. И, кстати, заметим, называется «Послесоветская история». Я не знаю, как назвать. Может, Андрей Борисович знает, может, кто-то знает, как назвать. А вот, с другой стороны, я себе представляю. Москва, 37-й год. 20 лет прошло после революции. И уже ведь не скажешь, после самодержавной или после царистской революции. Как-то было определённо. Может быть, и сейчас что-то определённое. Но я, честно говоря, не знаю, как назвать эту Россию. Я вчера, я преподаю тут курс «Историю политучей русской политической мысли» для политологов. И я вот детям так вот просто говорю. Они говорят, называйте современную Россию демократическую. Вот была там царская, советская, а это демократическая. Я говорю, почему демократическая? Ну, в Конституции же, у нас Конституция демократическая, называйте. А вот не называется как-то, вот не получается. То есть я действительно не знаю, в какой России мы с вами живём, в смысле, как её назвать, как её определить. А в науке давно известно, если вещь не определена, то и предмета для изучения нет. То вещи и не существует. Нужно название, нужны категории, понятия, наука именно этим оперирует. Это очень опасная ситуация. И всякие вот такие постсоветские или на русско-солженицыновский лад послесоветские названия, это на самом деле уход от прямого ответа на вопрос, каковой является эта наша современная Россия. Ну и понятно, совершенно очевидно, сначала несколько таких методологических предположений моих, что эта Россия 20 лет не была равна самой себе. Она была разной. Она была разной в 90-е годы, она была разной в нулевые годы. То есть это речь не идёт об одной России, да, в известном смысле слова. Что я ещё хочу сказать, что то, о чём я буду говорить, это, знаете, был такой мыслитель Элиас Конетти, может быть, кто-то слышал, вот я знаю, что Андрей Борисович любит, хорошо к нему относится. Он говорил когда-то, ну, несколько так, как бы сказать, пижонский, но тем не менее, по смыслу хорошо. Говорит только о личном, об общественном напишут в газете, да. То есть вот для меня тоже разговор о постсоветской России, это разговор о личном. О личном в каком смысле? Василий Осипович Ключевский в одном из томов своего курса русской истории сказал, что последний для него, а он умер в 2011 году, то есть 100 лет назад, кстати говоря, Василий Осипович умер, последние столетия русской истории, 19-е, 18-е для него, ну и отчасти 17-е, это автобиография современного русского человека. И он потом это доказывает, почему. Вот в известном смысле эти 20 лет, это тоже наша с вами автобиография, и очень трудно говорить об этих годах, потому что неизвестно, кстати, чем всё это закончится. Вот когда мы были примерно в вашем возрасте, вот Андрей Борисович, я там, другие присутствующие здесь некоторые люди, в Москве была довольно такой популярной брошюра одного публициста с трагической судьбой, он уехал, эмигрировал и погиб, Андрей Амальрик, он написал книгу про существует ли Советский Союз до 1984 года, 1984 года. Понятно, что это была аллюзия на известный роман Орвелла, да? И это был умный человек, видимо, я никогда его не видел, не был знаком, был, видимо, умный человек, он многое предугадывал. Но, разумеется, он не знал, чем всё это закончится. Так и мы не знали, чем всё это закончится. И поэтому, скажем, наша оценка, или оценка Амальрика, того, что происходило при советской жизни, она была иной, чем сегодня. Мы знаем, чем это закончилось, понимаете? Совершенно другой угол зрения. Я вам могу честно сказать, что ни в каком 85-м, 84-м, 83-м, 86-м, 87-м году я и не предполагал, что может произойти. Может быть, Андрей Борисович предполагал, не знаю. Я и не предполагал, что может произойти. Сейчас есть люди, которые утверждают, что вот они знали, куда всё идёт и так далее. Абсолютно. Вот как на духовном скажу, что ничего. При том, что мы все критически, разумеется, как всякие нормальные люди, относились к действительности. Тем не менее, мы совершенно не знали, чем всё это закончится и куда это всё повернёт. Так и сегодня. Пытаясь оценить, что сегодня происходит в контексте русской истории, в контексте мировой истории или просто современности, мы, конечно, не знаем, куда всё это повернёт. И при этом, я вам должен сказать, это совершенно не, так сказать, господствующая в науке точка зрения, но я придерживаюсь этой негосподствующей точки зрения, что в социальных и гуманитарных науках нет никаких законов. Знаете, как вот нас в школе учили о каких-нибудь законах химии, физики и так далее. Там какая-нибудь реакция обмена H2С4 плюс Купром-СО3 меняются. И вот так вот получается нечто, я уже забыл, что, поскольку по химии учился плохо, но точно должно получиться что-то определённое. Потому что если опыт проведён правильно, в истории этого нет абсолютно. История, я извиняюсь, что я говорю трюизмы, но просто это, так сказать, для меня это необходимый разбег, чтобы дальше что-то говорить. Конечно, история – процесс открытый, понимаете, и никаких исторических законов. Например, у нас, когда в ГИМОК, там были студенты, учили, что есть какие-нибудь законы, соотношения, я уж не помню, чего там производительных сил производственным отношениям кажется. И вот если они там нарушаются, что-то происходит, чушь собачья. Ничего этого нету, потому что история показывает совершенно другое. И очень многое зависит от деяния людей. Вот Коллинг Вуд, очень большое имя в методологии истории, в философии истории, британский учёный в своей прекрасной работе, очень рекомендую идеи истории, говорил о том, что история – это действие людей в прошлом. Видите, не какие-то там пышные метафорические слова, а просто история – это действие людей в прошлом. Всё достаточно ясно, да, действия людей в прошлом, и мне кажется, это очень важно. Я люблю своим студентам часто приводить вот пример, насколько всё зависит от человека, пример такой хрестоматийный. В Германии тоже была, как мы знаем, социалистическая или коммунистическая революция ровно через год, как у нас, на день позже, 8 ноября 1918 года, есть по новому стилю, да. И тоже немецкие большевики побежали штурмовать их, условно говоря, Зимний дворец, а именно Рейхстаг, да. И им надо было перебежать через небольшой мостик. Там не было таких больших мостов, как в Петербурге, поскольку река Шпрей в Берлине – она узкая река. И начальник генерального штаба немецкой армии, мужчина, далеко за 50 лет и толстый, лёг за пулемёт с трудом, вместе со своими адъютантами, и остановил немецких большевиков. Всё, большевистская революция провалилась. Просто потому, что в данный момент он оказался с группой своих адъютантов. У него их было много, по разным там фронтам, по разным специальностям и так далее. Они просто пулемётным огнём остановили людей. Всё. И я могу допустить, что если бы немецкие большевики, скажем, пробежали бы этот мост, там ещё до Рейхстага оставалось, скажем, бежать ещё полчаса или там 20 минут примерно по Унтерден-Линден, то, соответственно, они бы захватили, и, может быть, там бы действительно установилась коммунистическая республика. Кова её судьба неизвестна. Но, тем не менее, я к чему клоню? Конечно, история – это не то, что зависит от того, что в какой коридор мы войдём, что-то произойдёт. Но, тем не менее, история – процесс совершенно открытый, и я клоню к тому, что главная проблема в истории – это, конечно, человек. Вот есть разные популярные подходы к истории, их называют цивилизационные, формационные и так далее. Я думаю, что при всей интересности этих подходов, при всех заслугах, они давным-давно устарели. Я думаю, что в истории по-настоящему остаётся только один подход – антропоцентричный или персоналистский подход. Речь должна идти о человеке. Человек, безусловно, от того, как человеку, что с человеком, каков человек, я думаю, что это и есть главное в истории. И, кстати говоря, это имеет прямое отношение к нашей теме. Вот, скажем, лет 10 назад или 12 назад я с удивлением смотрел на своего близкого друга Андрея Борисовича, который мне всё время говорил про такие слова – советчина, советская. Я думал, да всё уже закончилось, с чего? Чего, так сказать, эти копии ломать? Всё уже, так сказать, новая жизнь началась. Она плохая или хорошая? Она совершенно другая, она новая. Чего мы будем? А теперь я вижу, что главная заслуга, заслуга в кавычках, а может быть для кого-то не в кавычках, для меня в кавычках, заслуга советского режима – это создание советского человека. Вот этот homo советicus. Вот один из них перед вами, кстати, стоит. Да, то есть создание советского человека. Это главное достижение советской власти. И должен заметить, что действительно нету ЦК КПСС, нет Верховного Совета, нету номенклатуры, нету, ну не знаю, чего там нету, промышленности уже то и нету, нету там, я не знаю, полётов в космос тех. А советский человек есть. Есть советский человек. И он существует и дальше в истории. И это очень важная тема. Вот после советского двадцатилетия, оно может быть только потому оправдывает себя, что советский человек сохранился. Что советское всё ещё является предметом изучения, внимания, ну забегая далеко вперёд, скажу, и преодоления. Причём должен вам сказать, что это не только тема России. Опять же, вот в многочисленных беседах с Александром Борисовичем мы постоянно возвращаемся, например, к Германии. Я бывший германист. У меня в ГИМО был первый немецкий язык, и, соответственно, я специализировался по Германии. И работал там, писал о Германии и прочее, прочее. И, конечно, в Германии есть два человека. Есть немецкий демократический человек, и есть немецкий социалистический человек. Прошло уже тоже 20 лет у них, как и у нас. Ну, у них даже там чуть-чуть больше прошло. А я почти всегда узнаю, одеты одинаково и говорят одинаково. Это не язык, и не настолько я знаю язык, чтобы там улавливать какие-то. А что человек вот из Германской демократической республики или из Западной федеративной республики Германии, хотя там было гораздо меньшее по времени господство сходного режима. То есть это вот те темы, о которых я сегодня хотел бы поговорить. Ну и тем не менее, вот послесоветская Россия, ей 20 лет, можно подводить и нужно подводить какие-то итоги, что-то говорить. Что я должен сказать? Ну, во-первых, послесоветская Россия выросла из 20 века. По моему глубокому убеждению, ну, как историка, это был худший век для России. Худший для России. Не знаю, как для всего человечества, не могу сказать, но для России, безусловно, худший век. И я думаю, что прав Александр Исаевич Солженицын, когда сказал, что Россия проиграла 20 век. Она его напрочь проиграла 20 век. И это, я думаю, главный вывод, который русские должны намотать себе на ус. Это не значит пораженческие настроения, это не значит, что все кончено. Но мы должны понять, и в чем она проиграла. И прежде всего, это то, вот если я цитировал Александра Исаевича, сейчас я позволь себе процитировать, сказать языком другого Нобелевского лауреата, Иосифа Александровича Бродского. Он говорил о советской власти, что это антропологическая катастрофа. Понятно. Антропологическая катастрофа. Ну, может быть, точнее сказать, антропная катастрофа, человеческая катастрофа. Я думаю, что в 20-м столетии в России произошло то, что вообще очень редко происходит. С одной стороны, ну, невероятное количество убийств собственных людей, то есть нация, общество, суицидальными делами занялись. Просто убивали. Ну и второе, конечно, если возможно говорить так о людях, то качественное изменение человека, вымывание, ну, наиболее достойных, вымывание элит наиболее качественных, наиболее достойных и так далее. При всем том, что вся русская история драматична, трагична, там, ужасна, как, впрочем, история почти любого народа, но мне трудно даже в русской истории вспомнить вот такое вот самопоедание народа, самопоедание наций. И, естественно, что те 20 лет, которые мы прожили после формальной гибели коммунизма, формальной гибели советизма, они, конечно, все проходят под знаком вот этой вот антропной катастрофы, которая произошла. Так что еще очень важно тоже сказать в контексте русской истории, мы увидим, что тоже невероятные вещи. Дважды очень быстро рухнули режимы. В 17-м году и в 91-м. Я ни в коей мере не являюсь поклонником режима, который существовал до 91-го года. В большей мере являюсь поклонником режима, который существовал до 17-го, хотя я не могу сказать, что он меня полностью, так сказать, устраивает. Но, тем не менее, сам факт, вот даже технологический факт, мгновенно, да? Василий Розанов, один из крупнейших русских мыслителей, отреагировал на падение самодержавия в марте 17-го года, что ветер дунул и домика нету. Россия слиняла за три дня. Он говорит, пришли в гардероб, а смотрим, уже вещей нету. Только что вроде рассаживались в портере, посмотрели театр, вышли, так сказать, а уже вещей нет. Мгновенно. Вот для обывателя Розанов не был политологом или политтехнологом. Он был мыслителем, наблюдателем. И вдруг России не было. Могу вам сказать, что так же, как ветром вздунула и советская власть. Она была такая громадная, она всех пугала. Вторая сверхдержава. И никто ее, в общем, не стал защищать. И ничего. Исчезло, и все. Помимо прочего, русским надо задуматься о том, что, видимо, несмотря на то, что страна наша производит каждый раз громоздкие, мощные, казалось бы, государства, которые занимают много места в социальной жизни и претендуют на многое, в том числе и на господство над человеком, а они окажутся очень неэффективными, даже с точки зрения эффективности. Дважды рухнули. Это очень важно. Русские должны обратить на это внимание. И, безусловно, что еще очень важно, это потеря территории. В 20 веке я хочу обратить на повторяемость этого события. Россия-3 же теряла одну и ту же территорию, практически одну и ту же территорию. Одну, я воспользуюсь выражением нелюбимого мною Ленина, но он сам назвал, после похабного Брестского мира, это слова Владимира Ильича, Россия потеряла территорию, примерно равную той же, которую она потеряет в 1941-1942 году, когда рабоче-крестьянская Красная Армия была полностью разгромлена, полностью уничтожена, и она потеряла те же самые территории в 1991 году. Я не империалист. Я уважаю международное право. Речь не об этом идет. Тем не менее, на это надо обратить внимание. А почему надо обратить внимание? Дело в том, что Московское царство, условно это около 1500 года, наследником историческим, которого являлась потом Петербургская империя, потом Советский Союз, ну и, видимо, Российская Федерация сегодня, постоянно эволюционировала и, так сказать, проживала свою жизнь в истории за счет увеличения территории. Постоянно. Историки подсчитали, что создание, опять же, 1500-й год, такая же условная дата, как какой-нибудь 862-й год начала Руси или что-то еще, или там 1450-й год освобождения от монгольского иго, это очень условные даты, ну, согласимся с ней, около 1500-го года Россия произрастала примерно на одну Голландию каждый год. Голландия небольшая страна, но каждый год. Скажем, к началу 17-го века территория Московского царства уже была равна территории Западной Европы. В середине 17-го столетия, как известно, наши с вами предки вышли на берега Тихого океана. И, собственно говоря, сегодняшняя Российская Федерация, разумеется, не полностью, но во многом воспроизводит границы, ну, условно говоря, 1648-1650 года до присоединения Левобережной Украины. Примерно. Вот примерно. Никогда не бывает точка в точку. То есть, что я хочу вам сказать, что столетиями институты власти, процедуры власти, общества и так далее существовали, функционировали на расширении территории, а с определенного момента и на усилении демографии. То есть, росло население. Это тоже очень важный момент, который надо отметить. А теперь мы оказались в ситуации совершенно иной. Когда резко сокращается население, вы знаете все прогнозы, да, что когда вам будет столько же лет, как вот нам с Андреем Борисовичем, в России может жить оптимистический прогноз 120 миллионов, пессимистический где-то 80 миллионов. 80 миллионов это население Федеративной Республики Германии. То есть, мы сравняемся с Германией по населению. Европейские страны тоже не прибавляют, за исключением Франции, но тем не менее, такой демографической ямы, в которую попала Россия и такой потери территории, Россия не знала. Как поведут себя институты власти, как поведет себя общество в условиях для них непривычных, строилось на расширении, на экспансии теперь идет сокращение. Причем, я, конечно, не верю ни в какие прогнозы и так далее, но у меня есть ощущение не научное, а такое житейское, что Россия территориально сократится до Урала в будущем, что Россию ждет это за счет депопуляции естественной, которая происходит в Сибири, на Дальнем Востоке и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что дело пойдет к этому. И тогда, видимо, начнет совершенно иная русская история, но это, так сказать, о другом. Тем не менее, если бы меня спросили, вот вы, господин Пивоваров, всю жизнь занимались, ну вот тем, что назвал Андрей Борисович, попыткой понять какие-то, ну скажем, политические измерения русской истории, какие-то, понять эволюцию институтов русских, меня это всегда очень интересовало. Вот что бы вы могли сказать, Россия послесоветская, это другая Россия. Я все время вспоминаю, есть такое красивое, сентиментальное стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака, когда он едет в электричке и смотрит на людей, и, значит, он приходит в такое чувство восхищения, говорит, я молча узнавал России неповторимые черты. Вот если снять этот пафос и эту такую, некоторую, так сказать, возвышенную, повышенную сентиментальность, я могу сказать, что без всякой сентиментальности и даже отчасти уныло, я узнаю в России неповторимые черты, узнаю их и в Царской России, и в Советской России, и в нынешней, после Советской России. Есть такой американский социолог, довольно известный, мне лично не близкий, но довольно популярный и в мире, и в России Эммануил Валерстайн, такой марксистский, такой левый социолог, очень известный, но вполне приличный. Значит, когда его однажды спросили, а что изменилось в мире, он так несколько по-снобистски, но по сути точно сказал, все, потом поставил точку и сказал, ничего. Вот если меня бы спросили, а вот что изменилось в этой России, в которой мы с вами сейчас проживаем в своей жизни, по сравнению, например, с той Россией, в которой мое поколение проживало жизнь, я так же скажу, изменилось все, потом поставлю точку и отвечу, ничего. Вот что ничего не изменилось в сегодняшней, после Советской России, по сравнению, например, с Советской Россией, и отчасти и с Царской Россией, Но лишь отчасти, поскольку, я скажу попозже, был период русской истории непосредственно предреволюционный, когда с точки зрения многих исследователей, я согласен с ними, у России был шанс выйти из того круга, в котором она прожила большую часть своего исторического времени. Не, так сказать, перемениться полностью и стать какой-то другой страной невозможно, но, тем не менее, измениться. Так вот, что, тем не менее, сохранилось в России? Я бы сказал, если говорить о политическом измерении русской культуры или то, что называется political culture, политической культуры, то сохранилась ее властицентричность. Власть здесь по-прежнему является предельной ценностью и системообразующим элементом. Если бы меня спросили, а вот чем это отличается от Запада, от Европы? Русские все время себя сравнивают с Западом, с Европой так уже 200 лет, да? Это вполне понятно. Будем мы и мы сравнивать. Я бы сказал, что Западный мир антропоцентричный, персонацентричный. Это закреплено и в Конституциях. Подсчитано, например, что количество параграфов Конституции Западных, посвященных правам человека и положению человека, и институтам власти находится в соотношении 70-30. То есть 70 по поводу человека и 30 по поводу института власти. В России это было всегда наоборот. В российских Конституциях, где всегда, кстати, неплохие были разделы о правах человека, тем не менее, основное уделялось власти. То есть если Конституция это некий консенсус по поводу, ну что ли, основных правил игры, то у них консенсус по поводу прав человека, а у нас по поводу власти. Власти – центричная культура. Это, кстати, закреплено в Конституции. В современной Конституции 12 декабря 1993 года, которая, я вам напомню, была принята на референдуме, в котором участвовало 25% населения, 13% проголосовало за, а 12% против. То есть 1% от четверти электората. Но это юридически релевантно, тем не менее, эта Конституция действует. В этой Конституции есть удивительная вещь, не встречаемая нигде. И когда вам ваши лекторы и юристы будут говорить, что эта Конституция списана с какой-нибудь американской или с какой-нибудь французской, вы смело скажите, что они не читали нашу Конституцию. Дело в том, что в нашей Конституции, в единственной мере в Конституции, президент выведен из системы разделения властей. Он стоит над системой разделения властей. Он не вписан туда. Причем, когда я спрашивал Сергея Шахрая, это один из двух главных авторов, второй Сергей Сергеевич Алексеев, известный юрист, а вы что, специально это делали? Нет, так получилось. Опять же, как говорил Борис Леонидович Пастернак, здесь кончается искусство и дышит почва и судьба. То есть дышит историческая почва и судьба. Так получилось. Более того, говорил мне Шахрай, Ельцин не хотел брать на себя все эти полномочия, боялся. Бывший обкомовец, естественно, такой царской, если угодно, власти, ну царской в кавычках, разумеется, у царя такой власти не было, по Конституции 6-го года. Тем не менее, так сказать, это было сделано. Но вот интересно, откуда взялась эта Конституция? И это тоже совершенно фантастическая вещь. Оказывается, что мы живем при конституционном тексте, что касается организации власти, который был написан 200 лет назад. Если точно, то 202 года назад. По заказу Александра Первого Михаил Спиранский написал ему проект Конституции, где сделал совершенно фантастическую инновацию. Ну, во-первых, он имплементировал в русскую политическую правовую традицию идеи разделения властей. Русским она была известна раньше. Губернантская реформа Екатерины II ввела в Россию систему разделения властей. Не по Монте-Скью, там была другая схема. Но тем не менее, сама тема разделения властей возникла. А Спиранский вводит вот эти вот три ветви власти. Но берет и фигуру царя ставит над ними. И фигуру императора ставит над ними. Ну, мы знаем, что эта Конституция не была принята в 2009 году, но в 2006 году за два дня до открытия Первой Государственной Думы Николай II актроировал, даровал Конституцию народам Российской империи. И схема Спиранского была реализована. Схема Спиранского была реализована. То есть император оказался тоже над системой разделения властей. Это совершенно удивительная инновация. Но что поразительнее всего, что когда летом 1917 года умные юристы при временном правительстве, кадетской, то есть либеральной, эсеровской, то есть прилично социалистической ориентации, стали писать Конституцию будущей Российской Республики, они сделали то же самое. Сохранились отрывки архивные. Они опубликованы в Красном архиве в 1923 году в журнале таком, а потом их детство опубликовало в Русском архиве уже в Праге. Они были опубликованы, что в России, если бы учительные собрания, значит, вот эти люди не разогнали, а если бы оно состоялось и готовы были принять Конституцию, в России была бы сверхпрезидентская республика такая же, как сегодня. Такая же, как сегодня. Президент тоже бы, и это делали люди, но я не знаю, здесь в зале не все, может быть, они известны, но для людей, которые занимались началом века, эти имена в юридическом смысле звучат как гимн. Там барон Борис Мануилович Нольда, Владимир Дмитриевич Набоков, там Марк Вениаминович Вишняк, это очень крупная юридическая, политологическая фигура 20-го столетия, секретарь учредительного собрания. И эти люди совершенно либеральной, демократической, плюральной ориентации опять делали Конституцию сверхпрезидентскую, как была сверхцарская империя, если угодно сказать. И вот к декабрю 93-го года на конкурсе, если угодно, конституционных проектов опять побеждает проект, который реализует вот эту вот властицентричность русской политической культуры, русской политической традиции. И это остается. И в сегодняшней Конституции это по-прежнему остается. Причем, как вы знаете, это даже усилено тем, что по новации Дмитрия Анатольевича Медведева пролонгировали власть, ну не пролонгировали, это не то слово, а увеличена власть президента два раза по шесть, да? В то время как во Франции Ширак сделал пять, то у нас мы переходим к системе два раза по шесть, это 12 лет. А представьте себе, что если нынешний президент, который 4 года скоро отработает, еще останется на 12 лет, значит срок 16 лет. Сверхпрезидентские полномочия и 16-летние полномочия, так сказать, это фантастическая штука. Посмотрите, как русская традиция работает совершенно в других социальных, экономических, культурных, информационных, духовных условиях. И казалось бы, советы все и коммунисты сделали, чтобы разрушить всю эту систему, а она вылазит в таком вот, в дореволюционном виде, она вдруг вылазит в послесоветской России. Но то же самое в этой Конституции ведь произошло. Как вы знаете, империя была наследственной по закону, и старший сын, значит, да, принцип генитура старшего в роду был господствующим по Конституции 6-го года. Конституция временного правительства вводила президентство, значит, института наследования не было. И Конституция 93-го года, это тоже Конституция демократическая, но, как вы знаете, потом происходит постепенная адаптация этой Конституции к какой-то российской, неизбывной по сегодняшний день, и для меня, кстати, страшно плохой, исторической традиции. То есть сначала Борис Николаевич Ельцин 31 декабря 99-го года назначает себе наследника. И заметьте, вот тоже о том, что изменилось, что и не изменилось. Ельцин, рейтинг которого, к нему можно по-разному относиться, но тогда, 31 декабря 99-го года, рейтинг Ельцина был нулевой, или там минусовый, я не знаю, возможно ли так говорить, но, тем не менее, совершенно он был непопулярен в обществе. И он указал общество у человека малоизвестного тогда. И, тем не менее, 20 марта 2000 года, я не помню сколько, но больше 60% Владимир Владимирович Путин получил на первых своих выборах. Безусловно, речь идет о каких-то, это не политтехнологии, это не подтасовка цифр, речь идет, видимо, о каких-то очень сильных глубинных традициях и так далее, и так далее. То же самое, как и сегодня. Я сам присутствовал в зале, это был конец 2004 года, когда окончал зал Московский университет, это вот это сталинское здание, и Путин встречался со своими доверенными лицами, есть такой институт доверенных лиц, после первого цикла, и он говорил о том, что он не хочет менять конституцию. Вообще президент не имеет права говорить такие вещи, потому что у него нет этих полномочий, это по-другому делается, то есть не зависит от желания президента, хотя он может выступить с законодательной инициативой. А он сказал, что он видит свою задачу, это был четвертый год, чтобы вырастить наследника и представить его обществу. Это сказал человек, родившийся в 1952 году, бывший членом КПСС, подполковником Комитета госбезопасности, ставший потом, конечно, президентом Российской Федерации, современный человек, говорящий на иностранном языке, читающий на двух иностранном. Это человек, который говорит о себе, и, наверное, отчасти это так, что человек демократических убеждений, он совершенно спокойный. И люди, которые сидели в этом зале, там были разные, были юристы, социологи, физики, химики, Московский университет, были люди, не имеющие отношения к науке. Его доверенные лица абсолютно, я смотрел на людей, мне казалось, что все сейчас должны попадать со стулья, схватиться за голову. Такого не может быть. Это невозможно представить ни в одной, скажем так, нормальной стране, что действующий и уходящий президент перед выборами говорит, что... Или то, что происходит сегодня, когда два человека играют в какие-то прятки с обществом и говорят, мы решим потом, почему они решат, почему не мы решим и так далее. Нет, я думаю, что это на самом деле очень грустно, что дело не в этих людях, а дело в нас. Дело в нас. Мы граждане Российской Федерации, это мы выбираем, так написано в Конституции, но реальная политика, реальполитик, как немцы говорят, она оказывается совершенно другой. Понятно. Я думаю, что я не рассказываю анекдоты, мне кажется, я говорю о вещах принципиально важных, принципиально важных. Что еще я должен сказать, как историк, что я вижу, что сохранилось в этой послесоветской России, при том, что очень многое изменилось, конечно. Сохранилось то, что я сам для себя, вслед за многими другими, но этот термин, опять же, не всеми принят и не всеми принимается, так сказать, серьезно. Я полагаю, что сохранился один из основополагающих, одно из основополагающих явлений русской жизни, это феномен власти-собственность. Вот два этих обычно отдельных слова, что ли, которые пишутся в одно слово, власти-собственность, без всяких там черточков, власти-собственность. Так, например, пишет Ричард Пайпс, когда его переводят в основном на русский язык. Что это такое? Это феномен, который говорит нам о том, что у нас два этих явления, два института не разделились, что по-прежнему это один и тот же институт. Одной из своих лучших книг и одной из лучших книг по русской истории 20-го столетия «Россия при старом режиме» Ричард Пайпс начинает в предисловии говорить, что «Я отношу Россию к патримониальным или вотчинным обществам». Такими обществами являются общества, где не произошло разделение власти и собственности на два института. Там в западном мире это начало происходить в Риме, и это было зафиксировано в том, что существует публичное и частное право, публичное и частное право, взаимоограниченные сферы, одна в другую не может войти и так далее, и так далее. В одной из работ он говорит, что по-русски даже нет аналога ключевого для западной цивилизации термина «прайваси». Нет, его нельзя перевести по-русски дословно, одним словом. Итак, несмотря на то, что Андрей Борисович производит какие-то манипуляции, мы продолжим. Я прошу обратить внимание, я понимаю, что все устали, и тема не из самых веселых. Нет, нет, все устали, потому что просто уже пятый час, глубоко пятый час, и у студентов были лекции, у преподавателей тоже. Так вот... Все приумляют целый день, чтобы встретиться с тобой. Спасибо. Так вот, прошу обратить ваше внимание, что в повседневности российской, в российской современной истории, сохранился феномен власти-собственности. Власть не отделена от собственности. Недавно журнал Forbes заявил, что 25% богатства России, я не знаю, что значит 25% богатства, но так там написано, находится в руках 100 семей, примерно 100 семей. И 100 семей было перечислено. В основном это семьи чиновников. Чиновников. Не семьи людей, которые вот взялись ниоткуда. Так, может быть, было в 90-е годы. Но вот к концу, во всяком случае, второго десятилетия демократической, после советской России, власть и собственность по-прежнему сплетены. И я думаю, что конфликт Путин-Ходорковский, а можно персонифицировать этот конфликт, то есть там, конечно, все шире, глубже и страшнее, но, тем не менее, если свести к этому, это конфликт власти и собственности. То есть собственности, которая вдруг захотела быть независимой. Я не идеализирую Михаила Борисовича Ходорковского ни в коей мере, понимая, что всякое накопление капитала, создание капитала в России, процесс явно очень сложный и непростой, но не в этом дело. А дело в том, что в этом конфликте власть объяснила собственности, кто в России является субстанцией, а кто функцией. Субстанция, как учил нас наш учитель Спиноза, это то, что не нуждается в определении через что-то другое, что самое себя определяет, то есть это то, что существует само по себе. Так вот, власть в очередной раз в русской истории показала собственности, а за этим стоит гражданское общество, за этим стоит независимость, стоит privacy и так далее, и так далее. И дело здесь не в Ходорковском, хотя теперь уже и в нем, поскольку это человек, который, кстати, себя очень мужественно ведет при всем при том, что с ним происходит. Так вот, это абсолютно символическое событие, весь этот процесс, и не случайно нынешний премьер так упирается в этой ситуации, потому что отступить, это значит отступить от главенствующего принципа русской истории. Мне, кстати, тоже очень неблизкого, и думаю, что во многом мы, так сказать, в той ситуации, в которой мы находимся, в связи с тем, что устоялся этот институт, но так случилось. Вот это феномен власти собственности сохранился. И именно поэтому в России невозможно, конечно, а не каким-то там природно-климатическим или там извечным каким-то, что русские что-то не умеют делать условиям, Россия по-прежнему является, конечно, не рыночной страной. И вот этот тип экономики очень здорово был назван исследователем из Новосибирска, из Академгородка Ольгой Бессоновым «Раздаточная экономика». Экономика-раздатка, когда власть раздает. Она так называла социалистическую экономику, называет, этот исследователь существует и многое интересно пишет. У нее так называется книжка «Раздаточная экономика», я рекомендую почитать, она небольшая, вышла в издательстве «Роспен», где Ольга Бессонова, профессор Бессонова показывает развитие русской экономики и показывает, как она все время становилась на рельсе «Раздаточной экономики». При том, что в какой-то период, в какие-то периоды русской истории дореволюционно она пыталась с этих рельсов сойти. Но если мы говорим о русской, о традициях русских, которых сохранились, и я все время говорю власть, власть и собственность, я хотел бы еще два слова сказать о власти. Безусловно, русская власть сохранила свою природу. Что имеется в виду свою природу? Всякая власть – это всегда смесь, компромисс или что-то еще насилие и конвенции договора. Насилие и договора. Власть, если вы откроете работы любого западного политолога, вы увидите, что там всегда тема насилия, тема властного насилия существует. Но там существует и тема договора, конвенции. То есть А и Б – субъекты, вступающие в отношения, договариваются между собой. Вот прошу внимания. Русская власть традиционно была властью насилия по преимуществу. Не конвенции, не договора, а насилия. Почему? Конвенция или договор всегда предполагает договаривающиеся стороны. Русская власть ведет себя как единственный субъект, как моносубъект в русской истории и в русской политике. Других субъектов нету, она только одна. То есть она субъект, она субстанция. Других субъектов или, как вас учат акторов, нету больше. Ей не с кем договариваться. Поэтому она только власть насилия. Это ее самоощущение. И этим она принципиально отличается от западной власти, от западного общества, безусловно. Я все это вижу, все это сохранилось в той демократической России, которая существует у нас после 1991 года. То есть лекция, которая названа в контексте русской истории после советской России, она находится в контексте русской истории. Основополагающие характеристики, властные, политические, институциональные, современная Россия сохраняет. Я не даю никаких оценок этому, хотя вы поняли по некоторым моим оговоркам, что, конечно, скажем, для меня это не является приемлемым. И я полагаю, что это те пути, по которым Россия никуда далеко не уйдет. Что еще принципиально важно сказать о современной России? Я думаю, что современная Россия является, в известном смысле слова, это абсолютно только мое видение, моя концепция и ничья больше. То есть это совершенно, так сказать, мое предположение, моя гипотеза. Является закономерным продолжением России, которая родилась как результат Второй мировой или Великой Отечественной войны. Вторая мировая, Великой Отечественной, это разные войны, они находятся в странном соотношении, не как часть к целому, а в гораздо более, так сказать, противоречивом соотношении. Но сейчас не об этом. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если между Россией царской и Россией советской лежит пропасть, ров, которые завалили телами убитых, да, если говорить красиво, огромная, и никогда не может быть примирения между этими Россиями. Я абсолютно убежден в этом. Не может быть каких-то трех Россий, которые пытаются объединить Россию дореволюционную, Россию советскую и Россию послесоветскую. Это объединение невозможно. Как невозможно для немцев объединение с нацистской Германией. Немцы не вычеркнули, они изучают, они меняются, но современная Германия не является генетическим продолжением нацистской Германии, она является отрицанием. Я думаю, что пока Россия, кстати, современная не осознает это, в лице своего культурного слоя, потом правящих элит, ничего у нас не получится. Тем не менее, если говорить структурно-исторически, между царской Россией и советской Россией, да, лежит разрыв. А вот подумайте, между Россией и советской, которая, ну, условно говоря, кончается в 1991 году, уничтожается. 7 ноября, оказывается, Ельцин сдал указ о запрещении деятельности КПСС. Соответственно, он приостановил деятельность КПСС в августе, сразу после путча, и, по-моему, 7 ноября, как подарок Великой Октябрьской революции, он запретил деятельность КПСС вообще на территории Российской Федерации. И 1993 год, да, это 3-4 октября, маленькая гражданская война, где уничтожаются советы, советская власть. Причем, заметим, как парадоксально, советы появляются в крови октября 5-го года и уходят в крови октября 93-го года. Они вышли из крови и ушли в кровь, да. Так вот, это, да, красиво так, ну, красиво в кавычках, жутко красиво, но, тем не менее, так произошло. Так вот, в 91-м, 93-м году кончается старая Россия, начинается новая Россия. А что между советской Россией и после советской России лежит такой же ров? Совсем нет. Более того, мы видим, что есть преемственность элит, преемственность, если угодно, ментальностей. И если включить сегодня телевизор, а я вот смотрю телевизор, то мы увидим, что большая часть игровых, то есть художественных фильмов, если убрать все эти сериалы, это советские фильмы, и совсем не только потому, что именно тогда их много производили, сейчас нет денег, и они, скажем, были в эстетическом смысле более качественные, совсем нет. Они как раз отражают вот ту психику, социальную, там, человеческую, психику, вот близко, вот это близко нам, близко и поколениям, которые моложе. По целому ряду параметров, я не буду говорить сейчас, вот отчасти мы уже говорили, но между советской Россией и Россией после советской почему-то не пролегла, многие скажут, слава богу, что не было такой кровавой страшной революции, конечно, слава богу, конечно, что это обошлось относительно бескровно. И тем не менее, если посмотреть с другой стороны, меня всегда эта проблема интересовала, а как вот все-таки, как-то это вот, скажем, восточные европейцы, наши западные соседи, они выходили все-таки из своих коммунистических режимов более резко, я не скажу кроваво, но более резко и жестко, они отказывались от них. То, что произошло в Германии, тоже произошло по-другому. Я имею в виду события 90-го года, там ГДР просто исчезла, была, так сказать, вошла в состав Германии. Кстати, имейте в виду, что воссоединение произошло совершенно конституционно. В основном в законе Германии 49-го года все эти земли помечены. И там сказано, что они войдут в состояние федерации тогда, когда, так сказать, это будет возможно, все это произошло. То есть они к этому всегда были готовы, кстати говоря. Это тоже очень важный момент. Так вот, а что же у нас произошло? Ну, у нас, конечно, была какая-то революция, да, в конце 80-х, начало 90-х годов. Да, революция, поскольку изменилась очень многое, тем не менее. Во-первых, какая революция? Что за революция? А во-вторых, почему я говорю о том, что мне кажется, что современная постсоветская Россия является полным продолжением советской, как сказать, другой просто фазой ее развития, ну не высшей фазой, но какой-то другой фазой ее развития, и вышла она из войны. У меня есть такая гипотеза, что в 1941-1942 году погиб, я называю это для себя, коммунистический режим-1. Условно совершенно, это такая домашняя заготовка, гипотеза, коммунистический, я никогда этого еще не публиковал, кстати говоря, вот, хотя собираюсь, коммунистический режим-1. Он был погиб, каким образом он погиб? Была разгромлена рабоче-крестьянская Красная Армия, она была полностью разгромлена. Посмотрите на цифры, я готов их представить, они у меня даже есть с собой, где просто убийственно, это и российские ученые, и бывшие советские, и современные молодые, и французские, и немецкие, и так далее, они просто показывают на цифрах армии больше той, которую создавали, и между прочим, ради которой Сталина, все его окружение твердили, все эти лишения нам надо, и так далее, что вот милитаризация, но этих слов не было, но после индустриализации, все ради этого. Она была уничтожена. Советская власть на территории больше, чем в один миллион квадратных километров была уничтожена. Под немцами оказалось до 75 миллионов человек. Причем, имейте в виду, что это наиболее оккультуренные земли, наиболее оккультуренные части российского, тогда советского народа, и так далее, и так далее. Был полный коллапс, ничего не существовало. Есть дневники замечательного русского писателя Юрия Марковича Нагибина, где он рассказывает, как в середине октября 1941 года, а он 20-го года был рождением, он молодой человек, но он косил от армии, как сейчас говорит молодежь, он не хотел за большевиков воевать. Не хотел. Хотя потом его призвали, и он воевал. Он ходил с матерью, взявшись за руки по бульварам, и они громко говорили, и люди шли на встречи, громко говорили, что сейчас вот войдут немцы, и все вот восстановится, нормальная жизнь, которую мы 20 лет уже ждем, и прочее, прочее. То есть, фактически, к этому уже многие были готовы. Я не хочу преувеличивать, я не хочу тоже перегибать в эту сторону, и в этом, конечно, есть некая тенденциозность, если угодно. Потому что, например, Нагибин, если бы он был евреем, он думал, что он еврей, потом сказал, что не еврей, он бы так не ходил, потому что известно, что ожидал евреев в такой ситуации. Но, тем не менее, тем не менее, этот режим практически не существовал. И имейте в виду, что немцы практически выиграли войну. Немцы высадили десант на Воробьевые горы, высадили в нескучный сад десант. Сталин настолько испугался, между прочим, 10 декабря он еще за несколько дней до этого заявил Аврелу Гарриману, что русский народ не хочет воевать за пролетарий всех стран и за интернационал. Может, он за Россию будет воевать, сказал этот людоед. Видимо, даже у него что-то в мозгах стало появляться. А 10 декабря было принято решение снять лозунг «Пролетарий всех стран соединяйтесь» со всех военных газет. Чтобы не осталось никаких сомнений в том, что ни с кем пролетариями никто соединяется. То есть начался даже, если угодно, постепенный отказ от идеологии. Дальше это можно продолжить, это есть в той же книге, которую под редакцией Андрея Борисовича Изина и так далее. Можно интерпретировать по-разному, но, безусловно, система, которая кровью и железом, миллионами убитых и так далее, создавалась в 20-е и 30-е годы, она рухнула. Она оказалась неподготовленной к нормальному испытанию. Недаром же по нескольким мемуарам прошло то, что Сталин сказал на его языке, что мы все, дальше идет нецензурное слово, что Ленин нам оставил. Это есть у Жукова даже в поздней редакции, это есть у других, у маршала Жукова, у других людей и так далее. То есть было полное ощущение конца всего. И вдруг происходит некое чудо. Я думаю, что это чудо было в том, что почему-то закончилось или стало заканчиваться советско-нацистская война, русско-германская война очередная. Постепенно начиналась отечественная война, когда русские, ну, в общем, сказали себе, что все, мы будем воевать. И они стали воевать. Я думаю, что, ну, русские, под русскими я имею в виду все народы, которые жили тогда в Советском Союзе. И я думаю, что эта война действительно стала в конечном счете отечественной. И эта война была не только отечественной, с моей точки зрения, отечественной. Вот было у нас две отечественных войны, 12-го года. Потом в 14-м году опять отечественная война. По решению генерального штаба в 14-м году даже создали периодическое издание «Великая отечественная война». У нас в унионе оно есть. Но она не стала Великой отечественной войной. Русский народ не воспринял Первую мировую как Великую отечественную. Есть масса причин. Есть, конечно, перекос в историческом угле зрения на эту войну. Она была важной, она была героической и прочее, но, тем не менее, у нас была отечественная война. Отечественная война 12-го года, действительно. И на этой войне возникла русская культура. Толстые, Лермонтовы и все остальное, весь этот миф об этой войне, миф в самом высоком смысле слова, он создал русскую культуру. Без этого ничего бы не было возможно, ни лицеиста Пушкина, никого. После этого не было возможности, не было войны 12-го года. Если угодно, во войне 12-го года русские обрели себе будущее. То они жили европейским будущим, заемным, под влиянием европеизации, вестернизации. Здесь вдруг русские сказали, мы можем, мы народ. Я думаю, что в отечественной войне русские вернули себе прошлое. Сталинский режим отсек Россию. Вы же имейте в виду, что не было России, было СССР. Никто никогда не знает. До этого в мировой практике, юридической практике государство называется чем-то вымышленным. Вы знаете, что в Конституции 24-го года, Конституция 30 января 24-го года, это первая Конституция СССР, не первая большевистская, но первая СССР, была одна важнейшая юридическая инновация, после которой процесс признания СССР, а в МГИМО есть курсы, история международных отношений, вот я его учил, и там были у нас вопросы, как признавали СССР, там с трудом и так далее. Так вот, от нас, например, скрывали, я думаю, преподаватели этого и не знали, что было одной из важнейших причин, что прервался процесс признания, а многие страны разорвали с нами отношения в 24-м году. Потому что в Конституции 24-го года впервые понимание государства было оторвано от понимания территории. Государство от территории. По Конституции 24-го года любая часть мира, которая бы объявила себя однородной, социальной, то есть коммунистической или социалистической, могла стать... Там есть эти слова в Конституции 24-го года. Есть замечательный совершенно анализ Конституции 24-го года русским юристам Гронским. Это известный русский юрист-мигрант, он еще и для революции работал, конец кондитации, где он показывает, что юридическая природа СССР – это не природа государства. Что это государство-метафора, оно не связано с территорией. А Николай Устрялов, очень крупный русский политический мастер, говорил, что СССР как государство похоже на Ватикан. Ну, понятно, что есть условности, метафора тоже. То есть, что сделал Сталин, что сделали коммунисты, Ленин и так далее? Они Россию-то уничтожили. Был СССР без привязки к исторической русской территории, без русской истории. Вы знаете, что были запрещены все исторические, историко-филологические факультеты. Эту историю не изучали в школах до 1934 года, если мне не изменяет память. Ничего этого не было. Вы знаете, также переименование людей. Помните, да? Я изменяюсь, это мой телефон. Переименование людей. То есть, лишить людей имени. Страну лишили имени, людей лишить имени. Это была страна, где абсолютно совершенно люди пошли против природы человеческой. Более того, я могу сказать вещи, если угодно, даже рискованные. Но после падения советской власти в архиве ЦК обнаружены вещи, что шел проект под руководством Троцкого. Его Троцкий курировал от Политбюро, Лев Давыдович. А реально занимался Шмидт. Это будущий полярный, кажется, он исследователь. Академик Шмидт и так далее. Это отец нынешнего крупного истории. Это был проект, вы не поверите, но это факт. Это факт абсолютный. Попытка скрестить человека и обезьяну. И великий русский генетик Сергей Вавилов по просьбе каких-то органов, включая органов НКВД, когда находился в каких-то своих поездках в Африке и так далее, ему была задача. И где-то то ли в Сухуме, то ли где-то еще был создан какой-то питомник, конечно, нет. То есть они пытались изменить природу, не природу общества, а природу человека даже. А в нынешнем здании французского посольства на Якиманке, знаете такое, Ларюс издание, да, такое вот. Там был институт Богданова, известного большевика, а потом оппонента Ленина. Институт переливания крови, где Богданов делал на себе операции по тому, чтобы изменить химический состав крови. Они хотели, чтобы человек там жил 200-300 лет. Ленина положили в мавзолей. Я недавно совершенно читал об этом материалы, недавно опубликованные. И вдова его приходила и говорила слезливо, что вот, Володенька, ты еще потерпи немного, полежи, но вот скоро ученые изобретут, и тебя снова оживят. Вы представляете, какой был замах? Вы представляете, какой был замах у этих людей? Они пытались, это был режим, вот я для себя написал, абсолютно переделки всего и вся, полностью. Понимаете, поверить в это невозможно, потому что доходит до каких-то, ну я не знаю, вот если не верить, что вот архив, вот это написано. Я думаю, что этот режим рухнул в 1941-1942 году. Конечно, это тоже метафора рухнул, он не рухнул, он начал преобразовываться. И возник другой режим, который я называю коммунистический режим-2. И он был сложный по своей структуре и прочее, прочее. Он описан довольно неплохо современными историками и политологами, и смысл этого режима заключается в том, что это был режим господства номенклатуры. Условно говоря, тот был режим Сталина, а это стал такой сталинистский режим, где каждый номенклатурщик, представитель правящей элиты, стал маленьким Сталином, если угодно. Когда есть маленький Сталин, уже не так страшно, когда нет одного. Но я что хочу сказать, что этот режим во многом опирался, конечно, и вот на эту отечественную войну, когда русские, оказалось, не коммунисты, а русские, оказалось, могут встать и вот защитить себя. И эта война начала, я думаю, эмансипационный процесс, самоэмансипационный процесс в нашем обществе. Эта война была освободительная, прежде всего, для русского народа, но в интенции, в намерении. Это было трудно понять тогда еще. Хотя, очень тонкий наблюдатель, я его сегодня цитировал, хотя часто сентиментальный поэт и очень такой поэт красивости, Пастернак заканчивает свой роман «Доктор Живаго», который является очень важным романом в истории нашей культуры, заканчивает словами, что все послевоенные десятилетия имеет только один смысл – освобождение. Вот тогда, когда он писал, казалось, что это не так. Но сейчас мы увидим, что это может быть и так. Так вот, этот режим складывается вот на этих вот, на этом попытке самоосвобождения, выхода из этого ужаса, на том, что начинает парадоксальным образом, как какая-то вот трава сквозь бетон прорастать, прорастать гражданское общество. Сами люди начинают действовать. Война заставила людей действовать самим, взять на себя ответственность. Действительно, ну, они же не стали умирать за земшарную республику советов. Ну, помните все эти, ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщина и так далее, и так далее. Они за это стали умирать. То есть не они, а наши отцы, деды и так далее, и так далее. Они за это стали умирать. Это совершенно другое. Это конец тому режиму. Потому что он хотел сделать человека обезьяной, человек не стал обезьяной, все равно он остался человеком, при всем при том, что я говорю, что советский человек, ужас и так далее, но тем не менее он остался человеком. И у него было два потенциала у этого режима, и они постоянно, эти потенциалы шли. Вот этот номенклатурный, когда не диктатура одного, не абсолютная монополия на истину одного и прочее, а если угодно более полиархический режим, говоря языком Роберта Даля, режим номенклатурный, вот тот, который при Хрущеве и при Брежневе устанавливается, это уже режим, не претендующий на абсолютную переделку человека. Вот сидящие здесь преподаватели старшего поколения могут сказать, что все мы подвергались, конечно, идеологической обработке, обновленьким чувствам страха и так далее, но мы не жили вот в тех условиях, которые, скажем, сегодня в нескольких словах были описаны мной и характерны для 20-30-х годов, при всем том ужасе, который сопровождался потом. Я не буду сейчас рассказывать историю номенклатуры или какую-то там политологию номенклатурную или что-то еще, я оставлю это, просто назову, об этом можно, я не знаю, в вопросах или потом, но был второй потенциал. Вот это потенциал этого гражданского общества. Я думаю, что здесь решающим шагом был 20-й съезд. Я думаю, что 20-й съезд, опять же говоря, метафорически был русским Нюрнбергом. Во времена перестройки все время говорили, надо советским покаяться, когда у нас будет Нюрнберг, у нас не будет Нюрнберг, у нас был Нюрнберг. Я вам должен сказать, что Нюрнберг устроили немцам кто? Кто устроил? Союзники, да? Заметим, не немцы себя судили, а их судили союзники. А судили немцы, Нюрнбергский трибунал, к какому праву апеллировал, кто из вас знает? Ну, к какому? К праву нацистской Германии, к общему прецедентному праву, который господствовал в США и в Англии, common law известному. Ну, к какой системе право? Ведь если суд, то он должен на что-то опираться, к какому? К естественному праву. Это единственный в истории человечества суд, который апеллировал к естественному праву. А двадцатый съезд к какому праву апеллировал? Нет, 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 Коля, это именно так. Вы, хорошо, тогда назовите меня. А? Нет. Предельные ценности это были ценности. Речь идет об этом. Двадцатый съезд тоже удивительным образом, если прочесть современными глазами, а не глазами того времени, был не правовой, не по советской юридической системе. И этот эвфемизм нарушения социалистической законности, который был введен тогда по Спеловым, который готовил доклад Никите Сергеевичу Хрущеву, то это был лишь эвфемизм. То есть на самом деле речь шла тоже о нарушениях неких все-таки моральных принципов, пусть по отношению к коммунистам, пусть русские сами устроили себе Нюрнберг. Русские сами пошли на самосуд. Это надо иметь в виду. Нас не заставили союзники. Через одиннадцать лет после выигранной войны, а не проигранной как немцами, не на руинах, а уже в восстановленной стране. Это правда, что страну довольно быстро удалось. На том энтузиазме, вот на том вот великом движении вперед, которое во время войны проснулось в нашем народе и спасло, я думаю, его от гибели наш народ, я думаю, что Двадцатый съезд сыграл здесь огромную роль и началось развиваться в России гражданское общество. Гражданское общество это когда люди делают то, что их не заставляют, не приказывают, они сами себе делают. Вдруг возник театр «Современник», они сами это сделали. Вдруг возник театр «Нтаганки» позже, они сами это сделали. Возникла какая-то поэзия, возникла литература, возникло феноменальное советское, если угодно, или российское кино того времени, там Марлен Хуциев, там Муратова и так далее, и так далее. Вдруг возникло правозащитное движение, диссидентское движение, движение инакомыслящих. Совершенно очевидно, что на протяжении 50-х, 60-х, 70-х годов развиваются два потенциала, вот этого номенклатурного режима и режима, имеющего ориентацию на свободу, на самоэмансипацию и так далее, и так далее. И я думаю, что в конце 80-х годов произошел, вот если угодно, взрыв этого, произошла, во-первых, номенклатурная революция. Здесь прошу вашего внимания, номенклатура – это ведь не просто термин. Русская история, у меня еще есть время или нет? Русская история, прошу внимания, почему? Потому что это вещь такая важная, имеет три системы организации элиты или самоорганизации. Причем каждой эпохе русской истории большой соответствует свой способ организации элиты. Смотрите, Московское царство, 16-17 столетия. Какая организация элиты? Местничество. Мы это знаем, местничество. Что такое местничество? Ну вам понятно, да, объяснять не надо. Ключевский все время ругает местничество. Думаю, он не прав, потому что местничество – это бояре придумали, от царя защищаться. Да, потому что система местничества позволяла русской аристократии боярам, да, кстати, иметь в виду, что этимология слова «боярин» и «большевик» – одна и та же, к сожалению. Тем не менее, так, да, наибольший, большой и так далее. Так вот, местничество – это был способ самоорганизации элиты, но ее самоохранение от царской власти – это был способ выживания элиты в этих тяжелых условиях. Кто отменяет местничество? Кто помнит? Царь Федор Алексеевич, 1681 год. Что после этого происходит? Начинается взрыв Петровской революции. Правда, между Петром и Федором Алексеевичем был замечательный русский, великий русский реформатор Василий Васильевич Голицын, князь, который, если угодно технологически хотел, может быть, близко к Петру, только на условиях эмансипации русского народа, а не дальнейшего закабаления. Это великий человек, которому должны памятники поставить. А ему должны обязательно иметь памятник Голицыну, потому что Голицын построил первое в русской истории каменное здание для МИДа, для посольского приказа. Это была же не изба, а каменный дом. Но приходит Петр, и начинается новое. Смотрите, рухнул способ самоорганизации элиты местничества, рухнул, ушел. И началась в России революция, Петровская революция. И 18-19, начало 20 века. Какой режим у нас элиты? Как организация элиты называется? Ну, кто знает. Табеля о рангах. Что, вы забыли? Помните, 14 классов, 14 классов меньше, и пошли вперед, пошли вперед, да? 14 классов. Вот способ самоорганизации русской элиты. В начале 20 века он перестает работать, потому что вырастает элита уже из общества. Не, так сказать, из государственной службы, из общества. Россия падает. А что такое номенклатура? В 20-м году Сталин создает в губкомах, обкомах, райкомах, ЦК, уч-распреды. Это вот такой у них язык был. Учетно-распределительные отделы. Это комната, в которой лежали личные дела тех коммунистов, которые имели право занимать какие-то должности. И была номенклатура райкома. В райкоме собирались и говорили, вот Иванов, директором бани, Петров, завода. Номенклатура горкома, ректором пединститута, директором оперы. Ну и так далее. Там номенклатура ЦК, послом в США и так далее. Так работала номенклатура. Если ты попадал в этот список, можно было бы переходить из списка в список. Только из этого списка назначали. Я не буду описывать номенклатуры. Это очень интересная организация. Тем более, что есть работа потрясающая Михаила Сергеевича Васленского на эту тему написанная. И масса других работ, которые описывают. А когда исчезла номенклатура? На последнем съезде КПСС. Когда был последний съезд КПСС? Летом 90-го года. 28-й съезд КПСС. Когда под напором Георгия Хасовича Шахназара, Владимира Кудрявцева и других людей, Анатолия Сергеевича Черняева и прочих, Михаил Сергеевич пошел на то, что убрали номенклатурный принцип вообще из жизни. Что в России произошло? Рухнула советская власть. Когда рухнула определенный способ организации элиты. Я не делаю больших выводов. Я просто прошу обратить внимание. Три больших эпохи. Московская, Петербургская и Советская. Три разных типа номенклатуры. Но чем была номенклатура, интересно еще. В номенклатуре реализовалась старая идея русских, ну назовем их, государственников. Какая? Чтобы элита не обладала никакой собственностью. Со времен Ивана Пересветова был такой публицист в 16-м столетии. Сейчас бы наверняка печатался в газете «Завтра», хотя человек был бы талантливый. Такой его Федотов называл первым русским фашистом, Георгий Петрович Федотов. Ну он и был в известном смысле первым русским фашистом, хотя очень главным человеком. Так вот, Пересветов предлагал создать в России элиту, которая не имела бы никакого отношения к вещественной субстанции. То есть она бы не обладала ни землей, ни деньгами, ни ничем. То есть это вот совершенно служилая элита, только за одну службу. И вот, собственно говоря, мечта Пересветова и других русских государственников исполнилась. Номенклатура была первым в истории классом, в истории России, конечно, в истории человечества, такие бывали вещи, которая управляла обществом, но ничем не обладала. И вот в конце 80-х годов произошла революция. Я не придумываю этого. Откройте мемуары Черномырдина. И он рассказывает, как он создавал «Газпром». Бывший заведующий сектором ЦК, бывший союзный министр. Он рассказывает, как он создавал «Газпром». И это трагедия, драма, это можно экранизировать, это страшное что-то. Они там чуть не перестрелялись даже. Вот Черномырдин. Другие мемуары. Каданников. Кому-нибудь говори что-нибудь это имя? Это создатель советской автомобильной промышленности современной, это директор завода в Тольятти автомобилей «Жигули Лада». Это советский молодой инженер, которого отправили в Турин в молодые советские годы, где он выучил итальянский язык, пошел в семью владельцев ФИАТа. И все время, как он пишет теперь, а Каданников был в 90-е годы вице-премьером даже Российской Федерации, он думал, почему наследники получат, значит, вот этой фиатовской семье, я не помню, кто ФИАТом владеет, Ангелли или кто-то, что-то такое, на что-то похожее. А, скажем, мой сын, я не знаю, или дочь, не получат. И вот в конце 80-х годов то же самое я слышал, например, такого же типа разговора сам слышал от Аркадия Ивановича Вольцкого, человек очень умного, кстати говоря, это один из крупных советских и послесоветских государственных деятелей. А в чем дело-то? А я думаю, дело в следующем. Советская власть и коммунистическая идеология не могли решить двух главных проблем. И в этом они выкопали себе могилу. Каких? Первое. Тема трансляции власти. Трансляция власти одна из важнейших тем. Как власть переходит от одного лица к другому. Большевики были марксистами. Они даже, может быть, не читали Маркса или Энгельса, но они были стихийными марксистами, и они восприняли странные утверждения этих людей, что в будущем государство отомрет. Но раз отомрет, что же думать о трансляции власти, если оно отомрет? Там было много причин, вообще неправовый характер советской власти, но тем не менее. В основе лежало это. Если государство отомрет, то вообще какие вопросы? И каждая смена власти, запомните, вернее вспомните, зачем запоминать, вспомните, в СССР это маленькая гражданская война, смерть Ленина, смерть Сталина. И все время возникают слухи. Ленина отравили, Сталин носил там, Сталина убили. Есть замечательная книга Авторханова, известного политолога, эмигранта, историка, называется «Загадка смерти Сталина, убийство Берии» или что-то еще, что Берия стоял за этим, неважно. Хрущева сняли с руководства, Горбачева выкинули и так далее. Каждая смена власти, каждая смена власти, ну может быть Брежнев только умер, естественно, смертью, а другие говорить нечего, они по году были. Они не наладили темы трансляции власти, не наладили. Поэтому это был очень хрупкий режим. Это одна из причин, что он развалился. И вторая, это, конечно, трансляция собственности. Но большевики ведь вообще отказались от частной собственности. Они сказали, что общенародная собственность, что это такое, непонятно. Общенародная собственность, кому это принадлежит, непонятно. Это странная вещь. Не исследованная на самом деле, потому что она не поддается исследованию методами какого-нибудь там права государственного или права там частного. Совершенно странная вещь. Хотя ее необходимо описать, разумеется. И она будет описана. Так вот, они не решили двух вещей. Трансляция власти и трансляция собственности. И я думаю, что в конце 80-х годов в России произошла номенклатурная революция. Революция, которую, ну как бы я сказал, она по Марксу и по Ленину произошла. То есть пролетарии стали бороться за что-то. То есть бессобственники-номенклатурщики, они получили собственность в свои руки. И очень многие сегодняшние богатства, состояния и так далее, это результаты именно этой номенклатурной революции. Конечно, эта революция была и демократической, второй потенциал. Она была антикоммунистической, антисоветской, эмансипационной. Она была, конечно, и антиимперской, национально-освободительной, развал там СССР и прочее, прочее. Было много составляющих. Но я хочу сказать, что и вот произошла номенклатурная революция. И революция, вот эта вот эмансипационная, либеральная, демократическая, права человека. Одна из важнейших тем. Если сегодня посмотреть на хронику или газеты конца 80-х годов, мы увидим, что сквозь все пробивается тема прав человека, так или иначе. Откуда она взялась? Это совершенно новая тема. Ее не было в русской мысли вообще по-настоящему и всерьез. И даже эмиграция до конца не осознала этой темы. Она возникла в рамках правозащитного движения в 60-е годы. Правозащитное движение – это была часть диссидентского, свободомыслящего движения, которое сказало, что право есть не инструментальное, а фундаментальная ценность. Это первое крупное массовое движение. Среди них не было великих умов или там замечательных каких-то юристов. Часто это вообще были люди инженерных или математических специальностей. И очень многое, что они говорили с точки зрения юридической или политологической, было и наивно, и даже не так. Но за этим стоило очень глубокое понимание, видимо, природы современного мира и необходимости меняться России. Они сказали, что право – фундаментальная ценность. И что предельной социальной нормой управляющим современным обществом может быть право. И я думаю, что вот эта вот интенция, вот этот вот потенциал, который накапливался так или иначе от, я не знаю, либеральной части сотрудников ЦК КПСС до каких-то резкодиссидентских кругов через, так сказать, советскую интеллигенцию, я думал, это тоже был одним из движущих мотивов революции. Современная послесоветская Россия является наследником обеих этих тенденций. Появилось и многое другое. В 90-е и в нулевые годы выросло многое другого, чего не было раньше. Но думаю, что если говорить в контексте русской истории, то вот в контексте советской истории я вижу современный режим как продолжение режима, родившегося в ходе войны. И с этим, кстати, связана, с этим связана необычайная болезненность современных правящих кругов современного Кремля, идеологов современного Кремля к теме Великой Отечественной войны. Они прямо заявляют, можно критиковать революцию, можно критиковать коллективизацию. Хорошенькое слово коллективизация, да, найдено для, так сказать, того, что было сделано. А я серьезно говорю, от того, как назовешь, так и есть, да. Когда Украина говорит Голодомор, это одно, а когда мы говорим по-прежнему коллективизация, это другое. Это то же самое, что сказать о сталинском режиме, что происходили нарушения соцзаконности. Это то же самое, что сегодня сказать. Вот так же адекватно это будет. Так вот, даже это можно трогать. Можно сегодня критиковать Путина и Медведева, только войну трогать нельзя. Руки, ноги оторвут, если будешь трогать войну, и любые деньги дадут любому Михалкову, чтобы он поставил очередную, там, я не знаю, что. Что смотреть, конечно, невозможно, разумеется. Вот. Почему? Нынешний режим чувствует, откуда он произошел. Режим всегда чувствует, откуда он произошел. Вот большевики точно знали, что они родились в 17-м году. Абсолютно точно. При том, что Ленин был там российский дворянин и вообще, так сказать, вышел из приличной семьи. Тем не менее, они совершенно точно знали, что они родились в 17-м году. Это новое. А эти родились из того режима. Они это чувствуют. И разные круги этого режима по-разному, разумеется, относятся. Но, тем не менее, у меня есть ощущение, что революция конца, вот, 80-х, начала 90-х годов не была столь же глубокой. Может быть, слава богу, может быть, нет. Я не беру что-нибудь. Как, например, революция 17-го года. Это примерно схоже с Францией. Вообще, я не франковед, но мне все время тянет сравнить Россию с Францией. Притом, что я совершенно не франковед и плохо знаю Францию. Мне все время кажется, скажем, что мы очень похожи сейчас на Вторую империю. И что все это кончится каким-нибудь Седаном. Они там просто существовали сколько? 23 года. Мы 20 лет. Я не знаю, где будет Седан, может быть, там, в Хасаверте или где-нибудь еще. Но что-нибудь такое вот произойдет. Потому что, на самом деле, хотя Вторая империя лучше была, понимаете, потому что там барон Осман лучше, чем Ресин, например. Вот, при том, что... Нет, ну, примерно, да. Так вот. Так вот, все-таки, все-таки шутки, да, оставим, я скоро заканчиваю. Так вот, мне кажется, что эта революция была что-то схожее с революцией, ну, скажем, 30-го года во Франции или 48-го года, которые тоже были очень важными. Но они так не перепахали природу общества. Чтобы вас окончательно не запутать, я буду завершать, завершать буду тем, что хочу сказать, что послесоветская Россия, послесоветская Россия для меня, вот я смотрю, со знаком совершенно вопроса и открытого. Совершенно непонятно, куда она пойдет. Абсолютно. Я не говорю о второстепенных вещах типа экономики и политики. Это второстепенные вещи. Я говорю о выборе человека. Каждодневном выборе человека. И вот, опять же, мы с Андреем Борисовичем часто говорим, мы смотрим, что происходит в Северной Африке, там, на Ближнем Востоке. Вот неожиданно люди вдруг осознали себя чем-то другим и сказали, что они так не хотят жить. Ну, очень грубо и приблизительно. Мне представляется, что у нас есть этот шанс тоже осознать, что вот современная ситуация, она не имеет будущего в современном виде, понимаете? Во всех отношениях. У меня есть цифры. Опять же, она не большая часть знает. Понимаете, мне стыдно их произносить. У нас ВВП на душу населения 74-е место в мире. 74-е место в мире. В год население сокращается на 700 тысяч. Только 7 стран сокращаются быстрее из 235 подверженных статистики. Ну, там инфляция от 10 до 14 процентов. У нас 10 процентов богатых в 17 раз богаче 10 процентов в бедных. А по доле расходов на образование, вы образуете сейчас, 117-е место в мире после Туркмении, Панамы и Сьер-Леона. Со всей любовью к Туркмении, к Панаме, к Сьер-Леоне, 117-е место. Это невозможное развитие, да? Все эти идеи типа Сколкова, а наука вообще там другая может быть. Это можно тысячу разных вещей говорить, там, с экономикой. Или, например, то, что я вчера, включая телевизор, слышу, что проблема транспортного движения в Москве, это не проблема транспортного, это глубочайшая социальная проблема. Будет решаться тем, что будет осваиваться водное пространство Москвы, и что все мы будем добираться теперь на работу, например, по воде. Например, зная, где живет Андрей Борисович, я еще могу себе представить. Я тоже живу там относительно от воды, но есть люди, которые довольно далеко живут. Как они будут добираться? Я не шучу, это правда. Это вчера рассказывал мэр, как мы будем двигаться по воде в течение этих лет. Не шутите, они думают, что в день 10 миллионов человек будут по воде ездить на работу. Такое впечатление, что мы не Москва, а Петербург, так сказать, ну, по крайней мере. Венежия, да. Представьте, не знаю. Так вот, ну, это все второстепенные вещи. Первостепенная вещь. Это тема человека. Пока мы будем оставаться советскими людьми, а это тема нашего выбора. Со всем вот комплексом советского человека, вот я советский человек, со всем нерелигиозным отношением к жизни, с незнанием корней, истории, безответственностью, постоянным даванием слова и обманывания другого и так далее, и так далее, мы никуда не пойдем. Вот пока внутренне в это не произойдет, ничего не получится. Я, как бывший германист, могу вам сказать, немцы очень серьезно работали над собой после Второй мировой войны, я имею в виду западные немцы, очень серьезно работали над собой. С ними работали союзники, оккупанты, но они сами очень сильно работали. Огромную роль сыграли католическая, протестантская церковь и прочее, 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 которые работали везде и всюду и вместе со всеми. В России только это, только гражданское общество. Война это показала, война показала, сталинский режим сгнил. Все вранье, то, что нам в советских фильмах, в советских историях писали, что под руководством какой-то ставки, под руководством они разлетелись, они уничтожили, как мы знаем, и даже их советские генералитеты и прочее, прочее. И если бы не явились все эти действительные самородки, все это известное дело. Я думаю, что послесоветская Россия это не тема экономики и политики, даже не тема институтов, это тема человека. Прав человека, это тема права, не юридической всякой казуистики, а тема права. До тех пор, пока право не станет единственным регулятором жизни, пока государство не будет относиться как правопорядку к действию и больше ничего, у нас ничего не будет. Пока будет позволительно рассуждать первым лицам государства, я еще не решил, пойду ли я на третий срок, когда в конституции написано, что можно только два. Когда придворные юристы опять начинают играть в игру, что а что в нашей конституции, как у американцев, два подряд и больше никогда, или два подряд, а потом можно, а поскольку в конституции не очень все это до конца, а вот есть всегда какие-то лазейки, или если будут использовать как сегодня конституцию, ведь эта конституция она неплохая, но почитайте, например, замечательного человека Дюверже, Морис Дюверже, политологи, одного из авторов, кстати, конституции Пятой Республики, который говорит, что в рамках любого конституционного текста заложено несколько возможностей политических режимов. Так вот, когда у нас, и в нашей тоже, мы начнем использовать конституцию таким образом, как мы раньше использовали идеологию или что-то еще, то, конечно, ничего хорошего получается не будет. Но опять же, все дело только в нас, и больше ни в чем. Вот опыт историка учит, что не исторические закономерности, не традиции и обычаи народа, не географическая среда или природно-климатическое положение России, а оно, конечно, не самое лучшее, холодно у нас, да, вот хотя становится теплее, вот. Нет, ну правда становится теплее, это точно совершенно. И прогноз на лето тоже нехороший. Нет, нет, я не об этом говорю. Я думаю, что только от, зависит от изменения человека. Это, конечно, туманные слова, но больше ничего наука вам сказать не может. Вот, как бы, рядовой ее служащий этой науки ничего вам больше сказать не может. Что традиции у нас плохие, тяжелые, есть и хорошие. В 20 веке победили худшие. Главная природа человека. Русский человек допустил в 17-м, в 20-м, в 20-м каком-то еще году самоубийственный режим. Самый страшный в истории, современной истории режим. Если он внутренне, от него не освободится, внутренне, изнутри, ничего не будет, ничего не будет. Как говорил Бродский, свобода – это когда не знаешь отчество у тирана. Вот, 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 надо забыть отчество тирана, и тогда ты освободишься. Я думаю, что вот примерно это предстоит нам, если мы хотим выправиться. А не модернизация, не сколково, не экономические реформы. А это главное. Спасибо. Дорогой Юрий Сергеевич, благодарю со всей души за докладку, которую мне, как вашему, как проводишь другу и коллеге, был все равно волнительный конечный крест, хотя действительно эти темы мы обсуждали, ну, много что. Я уверен, что это особенно было важно ребятам, для нашей молодежи. Понимаете, если мы изменим себя на седьмом десятке, ну, что-то будет, что-то не будет. А вот если вы измените себя, то будет другая Россия, которая будет лучше жить вашим детям, чем жилось нам, и даже живется вам. Внутренне лучше. И не надо будет в таком количестве уезжать, как уезжают сейчас. Вот я помню, в начале 2000-х годов я радовался тому, что в России перестали много уезжать. Навсегда. То есть ездили, возвращались, отдыхали, там, работали. И смотрел с жалостью на Украину, Белоруссию, Молдавию, с которых едет масса людей, не говоря уже о Средней Азии или Армении. А сейчас я говорю, что в России из России едут чуть-чуть не больше, чем стоит. Вот результат. Когда-то Конфуция в одном тексте в умею и сказал, что если у вас будет справедливость в стране, то со всех четырех сторон света придут люди с детьми со спиной. Так носят детей на Востоке. И зачем тогда вам самим будет там решать какие-то, заниматься огородничным, чем-то еще. А если у вас не будет справедливости, если у вас не будет права, если не будет права, человеколюбие, Женя, то тогда от вас все уйдут. Придется вам укопать грядку, потому что некому будет больше копать. И вот то, что происходит сейчас в России, это очень интересная вещь. Люди уезжают лучшие, молодые. Так что ваша лекция, она действительно, по-моему, меня, вашего друга и старого собеседника, с которым вы не раз беседовали у костра в разных местах в молодости, она все равно заставила многие вещи подумать иначе и понять, открыла какие-то вещи. Я благодарю вас от имени всех здесь присутствующих, хотя, возможно, у людей и другое мнение. И я предлагаю задать Юрий Сергеевичу вопрос. Вот я вижу, что уже тянут свои руки. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Юрий Ковна. Я являюсь председателем клуба евразистской интеграции МГИМО. Вот вы сказали такое... Юрий Сергеевич стоит. Вы лучше встать. Хорошо, конечно. Вы сказали какой-то, Юрий Сергеевич, междуразделением, противостоянием власти и собственности, как на Западе, Россию, и такой функции, зачитание. И тут я сам евразист, поэтому и отчасти не совсем согласен с выступлением. Я так думал. В России, как вам кажется, не победила, скажем, власть суши, то есть имеется в виду московский рост, деспотизм, власть азиатская сторона над приморской, морской. Вот это то, что есть собственность, новгородские вещи, на Западе, демократия, гражданского общества. Как вы видите это? Вы видите, что в России есть именно из-за этого, вы видите, такая преимущественность в истории, субъективность власти над собственностью. Потому что такой был выбор, такой исторический выбор русского народа, который состоялся, как я вижу, к заключениям, когда Иван Грозный разрушил Новгород. Спасибо большое. Ну, я не евразийц. Причем, это вообще интересная вещь, вот евразийство, да? А в каком смысле вы евразийц? В смысле князя Николая Сергеевича Трубецкого, Петра Николаевича Савицкого или в духе Дугина, Назарбаева, в том, да? Но Назарбаев тоже, может, фактически евразийц. Ну, я не имел чести читать теоретические труды Нарсултана Назарбаева. Вполне возможно, не знаю. Но то, что я слышал, например, по телевизору или где-то еще то, что он трактует как евразийство, это не имеет никакого отношения к тому, что, скажем, там, да, граф Сувчинский полагал под этим, или Георгий Владимирович Вернадский в какой-то период. Вот. Я вообще думаю, что евразийство – вещь очень интересная, читать очень интересно, очень поэтическая, но очень опасная. Опасная для России. Это, знаете, такое вот облако в штанах, как говорил Маяковский, на которое хочется смотреть, но оно очень опасное. Из него может пойти такой, знаете, свинцовый дождь. И недаром евразийцы все время заигрывались с чекистами. Как говорил Лермонтов, недаром, недаром она за гусаром, да? То есть не случайно. И интересно, что люди в окружении Тухачевского были тоже связаны с евразийской идеологией. То есть это такое, на мой взгляд, еще одно искушение русского сознания, еще одно такое, очень красивое, кстати говоря, и достаточно фундаментальное утопие. Значит, теперь по поводу... То есть я считаю, что евразийство – это то, что достаточно опасно для моей страны, как мне представляется. Особенно в том виде, в каком она сейчас представляется. Так вот, я не думаю, что современная Россия есть какой-то наследник, в самом прямом смысле этого слова, там Новгорода или чего-то еще. Очень многое изменилось с тех пор. И то, что мы знаем о Новгороде и Пскове, и наши, кстати, знания меняются, меняются в течение последнего столетия, да? С помощью археологов, второй половины столетия, прежде всего. Конечно, современная Россия не является ни в каком смысле наследницей новгородского, как когда-то говорил Андрей Борисович, сакрального народовластия. Не является, безусловно, ни в какой степени. У Андрея Борисовича есть работа, написанная в его молодости, я не знаю, по-моему, очень интересная. Анализ Псковской судной грамоты. Значит, как реакция на высшую тогда книгу в конце 70-х годов, хорошую книгу, такую историку юридическую. Андрей Борисович, как реакция на эту книгу, написал собственную статью размышлений, где он называет это сакральным народовластием. Мне кажется, очень точное, кстати, название. Но сакральные народовластия к современным демократиям никакого отношения не имеют. Абсолютно. Абсолютно не имеют. Это надо иметь в виду. Это другая эпоха совершенно. Наследница ли Россия, там, каких-то других традиций, ну, как считали евразийцы, они любили всякие там красивые слова, там, Золотой Орды или чего-то еще. Ну, в том смысле, как и Новгорода, понимаете? Потому что, ну, является ли, например, Пятая Французская Республика наследницей хотя бы отчасти империи Каролингов? Ну, может быть, является. Ну, как проследить? Нет, ну, конкретно, исторически, политологически. Я думаю, что это не так не является. То есть она является, ну, так сказать, по факту, исторически и прочее, прочее. Но я не могу найти в современной России, если я нахожу какие-то черты, схожие, там, с 17 или 18 веком, но на тысячелетия мне как-то трудно очень это найти. Это очень опасно как-то. И мне не кажется это особенно уж и плодотворным, понимаете? Тем более не так мы много про это знаем. Надо иметь в виду, что наши знания, например, о Киевской Руси или, скажем, о Руси монгольского периода, они достаточно зыбки. В основном, так говорят профессионалы. Я не профессионал, но здесь очень опасно за что-то схватиться и начать говорить. У нас мощные демократические традиции, у нас было вече и так далее. Меня гораздо больше устраивает то, что вот там, скажем, тема губных судов, да, это вот в северных уездах до Петровской Руси, где были какие-то элементы самоуправления. Это более-менее исследовано, это более-менее показано, об этом можно говорить. Да, вот мы говорим там про правительство Грозного, избранная Рада. Это вообще название появилось из польского языка и одна же только упоминалась с какими-то современниками. Было это, не было. Это все реконструкции. И очень многих, как бы, документов люди не видели, да. Это та же история со словом полку Игореве. Подделка это или факт? Трудно сказать. Я, например, уверен, что подделка, но как бы вот... Ну и что, а что изменилось по отношению к слову полку Игореве? Поэтому я думаю, что вот апелляции, например, тех же евразийцев, вообще все эти вот рассуждения, скажем, о туранском типе там, знаете, я, кстати, согласен, Милюков не мой герой, да, русский мыслитель. Но он правильно ведь когда-то написал, что если бы этим талантливым филологам они бы написали не Евразия, а наоборот это словосочетание, то уже бы эта концепция в народ не пошла. То есть Азиопа. Это не я, это Милюков говорит. Мне кажется, что евразийство это не то, что может быть, ну, каким-то интеллектуальным важным подспорьем. Я про интеллектуальное говорю. Мечты о какой-нибудь единой Евразии, ну, они возможны, конечно, но, кстати, как мечты. Но как вот методология, не знаю. Мне евразийцы очень напоминают коммунистов. Только они более рафинированные, более культурные, знающие. И заметьте, что самые толковые из них забросили это евразийство. Вернацкий Георгий Владимирович ехал в Америку и стал нормальным историком. Николай Николаевич Алексеев там поселил в своей Женеве. Один Георгий Флоровский, который вообще, так сказать, там называл ересь, евразийский и так далее. А вот посмотрите, Трубецкой. Вы не читали переписку... Нет, ну, он умер. А вы не читали, кстати, молодой человек, переписку Трубецкого, Савицкого и Сувчинского? Не читали они когда? Я начал читать. А? Я начал читать. Началось. Ну, почитайте. Знаете, что мне это напоминает? Переписку Ленина со своими друзьями. Я серьезно говорю? Я не хочу обидеть ни князя Николая Сергеевича Великого, как говорят, фонолога. Просто для меня недоступна наука фонология. И я был горд, когда я в Венском университете увидел, что там среди великих профессоров есть и наш князь Трубецкой. И вообще страшно, как он умер после обыска гестапо от сердечного приступа. Но что он писал и что он думал? Это ужасно. Это просто ужасно. При том, что Николай Сергеевич был гениальный человек, безусловно. И Савицкий был человек первого ряда. Алексеев Николай Николаевич был, на мой взгляд, первый государственный совет 20-го столетия из русских. Ну вот они ушли лучшие люди из евразийства. А евразийство все потеряло себя либо в каких-то чекистских сговорах, вы знаете, не случайно. Именно евразийцы, а не другие. Либо, так сказать, они просто остались маргиналами какими-то, в общем. Маргиналами интеллектуальными, я имею в виду, а не социальными. Социальными все мигранты были в известном смысле маргиналами. Так, был вопрос еще. Савелик, пожалуйста. Тюрьевич, Тюрьевич, спасибо большое за Ваш доклад. Очень интересно, я сюда вот очень люблю, особенно Ваши вот эти красно-эмпоральные сравнения, погружение максимально в древность, в прошлое и вина. Кстати, в этом смысле я с Вами не согласен. Вы сказали, что Вы никогда, ну, Вы стараетесь там смотреть на 17-18 века глубже, Вы стараетесь не опускаться. Я просто вспомнил Ваши лекции, красно-эмпионасовым ГИМО, когда Вы проводили сравнение там вот с правдой и правом, да? Так что, то есть Вы там максимально погрузились в 12-й веке, чем из века. Вот, но вопрос у меня о другом немножко. Вот Вы в Вашей лекции сделали акцент вот на антропоцентричности и на политических институтах. При этом Вы вообще, ну, не сказали вот о том, как вообще происходила эволюция и развитие института семьи. Потому что мне кажется, что во многом также в истории России это является таким вот фундаментальным, ну, такой вот, фундаментальной основой. Потому что если мы возьмем современные, да, вот все показатели, мы посмотрим, что больше всего-то пострадала, может быть, даже не личность, но именно, да, не человек, не качество генетической лекции, а больше всего пострадал именно институт семьи, семейных отношений, вот отношений между личностями на самом близком уровне. Вот, что у нас демографически, там, показатели прожидаемости, разводности на стиле в семье, там, количество брошенных детей просто впечатляет, мне кажется, даже хуже, чем Африки. Просто вот Вы можете как-то вот объяснить, почему больше всего, вот, на мой взгляд, пострадала семья? Вы знаете, я не специалист по истории семьи, по социологии семьи, никакой не специалист, хотя семейный человек, но не специалист. Поэтому я не могу говорить о вещах, о которых я не знаю. Я не прочел в своей жизни ни одной научной книги по поводу семьи, не прочел, честно. Не имею большого интереса к этой теме теоретическую. Ну, так сложилось, это ограниченное, конечно, отношение, но тем не менее. Что касается, тем не менее, семьи, могу сказать, что это понятно, что семья, одна из фундаментальных, там, ценностей, я говорю, туризмы, ну, что из этого, там, человеческого сообщества, это все понятно. И поэтому именно, кстати, по ней и был, ведь Вы знаете, нанесен тоже страшный удар. Вы знаете и законодательный удар, большевистское законодательство, идеологический удар и прочее, прочее. И ведь Вы знаете также, что большевистский лозунг равенства мужчины и женщины приобрел совершенно катастрофические последствия для женщины, прежде всего. Мы тоже это знаем, хотя все это шло под флагом освобождения женщины и прочее, прочее, прочее. Но, с другой стороны, я Вам должен сказать, не как исследователь, а как человек, давно живущий, что семья, тем не менее, помогла выжить российскому человеку, русскому человеку в той ситуации, в которой он оказался в 20-м столетии. Как бы семью не разрушали, но и здесь Сталину и большевикам пришлось выкинуть белый флаг и не уничтожать семью в старом смысле слова, все-таки, вот эту вот бинарную семью с детьми, с воспитанием детей и так далее, все-таки, при всех искажениях, при всем ужасе, при всем отсутствии вот этого религиозного измерения в понимании семьи, в проживании семьи и так далее, тем не менее, семья оказалась той ячейкой, это не мое слово, но почему-то пришло на язык, которая не по зубам оказалась большевикам, все равно, семья была то, где все-таки человек был более свободен, где все-таки некая приватность была и до конца все-таки семья не была разрушена, иначе был бы разрушен и человек. Что касается там сегодняшнего состояния семьи, я видел статистику, ничего не знаю про Африку, в Европе мы рекордсмены, если считать, что Россия европейская страна, то мы рекордсмены в том, о чем мы говорим, по разводам, абортам, ну и по всяким таким вот делам отвратительным, да, мерзким во всех отношениях, это так, конечно. Конечно, но я не специалист по семье, это точно совершенно, понимаете, но как человек, скажем, читающий, я, например, знаю, что лидеры большевизма рассматривали семью, причем главные лидеры большевизма, как очень важного врага, не менее важного там, чем царизм, например, или царская полиция, да, который должен был быть побежден, думаю, не победили до конца все-таки, все-таки до конца, думаю, не победили, все-таки есть семья, но она изменилась, понимаете, она изменилась и 20-й век, вы, кстати, не забывайте, что урбанизация произошла в России, урбанизация, народ переехал в города, а с получением частных квартир, с обречением там дачных участков, с возможностью ходить в частные походы туристические и так далее, вообще началась приватность и даже некое возрождение семейственности, в известном смысле слова, что происходило в 60-е, 70-е, 80-е годы на фоне других тенденций, разрушающих все это, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, я, например, глубоко убежден в том, что массовое городское строительство, предпринятое Хрущевым, отвратительное по качеству, вот рядом с МГИМО стоят пятиэтажки и так далее, оно, тем не менее, было величайшим социальным благом для измученного советского народа, поскольку народ вернулся, ну, понятно, вы-то этого не знаете, из коммуналок, бараков, там, я не знаю, подвалов и прочее, прочее, и это совершенно другое ощущение, в коммунальной квартире семья не может существовать как семья, там нет ее мира, или в бараке тем более, и прочее, 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 и в этом смысле, опять же, спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву, что он дал эту возможность, так же, как появление, скажем, относительно, появление первого частного автомобиля, ну, вот, это Жигули, 70-й год, когда, такой народный автомобиль, Volkswagen советский, об этом даже Солженицын пишет где-то несколько раз, что наличие автомобиля давало ему возможность уединиться, где-то поговорить, то есть возможность быть нет под контролем кого-то, чего-то и так далее, и так далее, то есть, это все-таки какие-то вещи, но они имеют отношение, видимо, и к семье какое-то отношение, но я не специалист, к сожалению, здесь я ноль. В следующем вопросе, пожалуйста, вот, представьте, да. Александр Сестров, 2-й курс регистратуры Ростехнологии. Спасибо большое за лекцию, Сергеевич, я не могу ответить на следующий вопрос. Как вы относитесь к Евгению Алексея Навального? И второй вопрос, считаете ли вы, что партия «Единая Россия» сейчас теряет, почему-то свою легитимность с поддержкой? Значит, я на первый вопрос не могу отвечать, потому что я не знаком с этой темой, я что-то слышал, но, к сожалению, извините, разочарую вас, но не могу отвечать. Что касается второго, то, ну, «Единая Россия» ведь не партия, да. Партия от слова «парс» — это часть, да, и она выражает частичные интересы и какой-то части общества, и интересы там политические. «Единая Россия» — это типичная... Россия знала в 20-м столетии два типа партии. Один тип партии — это партия нового типа, Ленин, работа «Что делать?». Классическая ленинская политологическая работа, и для понимания советского режима столь же установочная, что государь Макеавеллия, я не шучу совершенно, при всем моем отвращении к Ленину, для понимания советского режима надо читать эту работу и знать. Партия нового типа, которая претендовала на всю абсолютную власть, экономическую, социальную, идеологическую, ни одна политическая партия на это никогда не претендует, на смену там, я не знаю, системы хозяйства, и прочее, и прочее. И вторая партия, которую я часто об этом говорю на разных лекциях, мне кажется, что ее первым идеологом был генерал Трепов, известный человек, которому вменяют, что он 9 января 1905 года стрелял в Гапоновский, значит, поход на резиденцию императорскую, его не было в Петербурге в этот день, это был близкий друг царя, конногвардеец, друг упоконной гвардии, и товарищ министр внутренних дел, был человек, который в сентябре 2005 года написал царю письмо, генерал Трепов, это я о Единой России говорю, написал царю письмо, что, Ваше Величество, что вот Дума скоро будет открыта, это осень 2005 года, Дума будет открыта, значит, 27 апреля 2006 года, и что надо сделать так, чтобы в Думе власть оказалась в наших руках, а не в руках каких-то там адвокатов или кого-то еще, людей не проверено. Что для этого нужно сделать? Нужно создать партию, говорит, в нее включить всех основных чиновников императорской России, всех главных редакторов журналов, там, СМИ, газет, всех самых богатых людей, всех общественных деятелей, то есть создать вот такую вот партию власти, и чтобы она контролировала Думу и была приводным ремнем власти в обществе, приводным ремнем Троцкий, а потом Ленин называли профсоюзом в обществе. Так вот, в 16-м году с той же идеей выступил Римский Корсаков, его известный монархический, правомонархический кружок, когда они Николаю сказали, что написали в ноябре 16-го года, что грядет катастрофа, единственное спасение – это создание партии власти, которое объединило бы все монархические, там, режимные силы, капиталистов, там, идеологов, публицистов, всех собрать и через это контролировать. Потом эта тема разрабатывалась в 20-е годы, очень сильно в работе феноменология революции Корсавиным, разработывала с евразийцем Савицким создание партии власти. На основании КПСС, когда будет евразийская революция, создать партию с евразийской идеологией, туда подтянуть вот таких вот людей и в парламенте занять господствующие позиции. Я думаю, что «Единая Россия» – это реализация планов генерала Трепова, римского Корсакова, Савицкого и других людей, которых я назвал. Это не партия, безусловно, никакая. Это то, что Кремль создал некий новый управляющий организм, которым пронизано все, так сказать, наше общество, там все наши субъекты нашей федерации, но вы все это знаете лучше меня. Это никакого отношения не имеет к нормальной партийной системе, к партийной конкуренции. И надо сказать, что ведь лидеры этой партии, они совершенно четко все это понимают. Например, когда Борис Севернович Грызлов, председатель Государственной Думы, говорит, что парламент – это не говорильня, то он, видимо, не знает, что такое парламент. Это же говорильня в переводе на русский язык, если дословно перевести. Это и есть, это единственное место в стране, где люди собрались поговорить. В остальных они должны там учиться, там у станков стоять, там, я не знаю, автомобиль войти – это говорильня. Или, например, он же говорит, что парламент – это не место для дискуссий. Когда, например, бывший генсек этой партии Богомолов, Богомолов, не путать с академиком Богомоловым и экономистом, говорит, это бывший сотрудник госбезопасности, говорит, правда, его убрали, поскольку он был, видимо, слишком красноречив, что лучшая форма дискуссии – это допрос. Я даю вам слово, я не придумываю, я читаю это в газетах, в журналах, я не хожу на заседание Думский, это то, что в средствах массовой информации я читаю. Люди с этой ментальностью, с этим пониманием парламентской жизни, и вообще, я, кстати, ни в коей мере не являюсь сторонником Жириновского или Зюганова, но когда я однажды видел по телевизору Жириновский в присущей его манере, встал и сказал, обращайтесь к Единерсии, ну мы пошли, мы же в чем вам мешаем, вы тут уже все сами решите, потому что действительно, а что ему это там делать? И у них есть конституционное большинство, это не партия. У меня есть своя теория на этот счет, я не буду сейчас говорить об этом, как это и что, но точно к партии это не имеет никакого отношения. Более того, я согласен, что слова Василия Васильевича Ключевского действуют поныне, слова такие, в России нет борьбы партии, а есть борьба учреждений. И он говорит, вся история по реформенной России, это борьба Министерства финансов, Министерства внутренних дел, одни консерваторы, другие либералы, вот вам тори и виги, да, тори и виги, только в лице органов власти, потому что нет гражданского общества, нет гражданского общества. У нас нет политических партий, можно сказать, что компартия отчасти является чем-то, но все остальное, разумеется, нет, «Справедливая Россия», как вы знаете, это другое и совсем неудачное издание всей этой партии и так далее, и так далее. Нет, это никакая не партия, и ничего партийного нет. И это не парламент, конечно, это не парламент, это не парламент. Илья Сергеевич, благодарим вас за лекцию, вот в завершении своего выступления вы дали такую некоторую надежду, да, на то, что вот эта фатальная формула власти собственности может быть преодолена, но внутренней работой человека над собой, да, вот понимание того, что необходимо преодолевать, преодолевать вот то, что мы сейчас имеем. Но на ваш взгляд, какую форму вот эта вот борьба собственности с властью за независимость может принять в России? То есть будет ли это, как бы, некоторая революция, да, людей, которые осознают, что право – это фундаментальная ценность? Потому что на настоящий момент люди, которые, либо маломальские, они собственности, они предпочитают, они настолько дорожат этой собственностью, что выбирают пассивность, а люди, которые обладают собственностью в большей степени, они предпочитают либо уехать за границу навсегда, либо выводят капитал. То есть вот на ваш взгляд, какая форма возможно преодолеть, вот то есть понятно, что делать, что нужно внутренне развиваться, но как? Знаете, мне трудно это ответить, я не политэконом, не экономист, я плохо знаю структуру современной собственности в современной России, насколько она вообще независима или зависима, я вообще не понимаю, как она может существовать, если она существует, независимая собственность. По поводу человека я вам скажу, потом по поводу собственности. Я директор института, в котором работает полторы тысячи человек, и у нас есть профсоюзная организация. Мне сегодня, когда Андрей Борисович позвонил, я был на профсоюзном собрании. Этих слов, наверное, вообще никто никогда не слышал. А когда я был молодым человеком, я написал диссертацию кандидатскую на соискание кандидата исторических наук, где одна из тем, она была посвящена послевоенной Германии, истории Германии, одна из тем была, это тема профсоюзов в Германии, одна из тем. И не очень интересуюсь внутренне, я тем не менее какие-то вещи прочел на всю жизнь. Профсоюзы это очень важная вещь, как форма такой вот профессиональной самоорганизации, защиты своих прав. Но к чему я это говорю? Вот на сегодняшнем профсоюзном собрании сидели люди, члены профсоюзов, и говорили мне, Юлий Сергеевич, почему наша профсоюзная организация не работает? У нее нет возможности защищать интересы. То есть люди обращались к администратору, к директору, говоря, вы дайте нам, вы дайте нам возможности, вы сделайте, и прочее, прочее. Я к чему клоню? В России изменения всегда бывали, как в любой другой стране, и будут, как в любой другой стране, при условии, если в людях заработает инстинкт, способность, обязанность к самоорганизации, к защите собственных интересов, собственных прав. И совсем не обязательно, что речь должна идти о каких-то политических вещах сразу же. Например, известно по тому же западному миру, например, движение гражданских инициатив. Это движение, за защиту, например, чтобы не разрушили этот дом, чтобы не была нарушена экологическая среда, чтобы эта улица не называлась именем нацистского преступника, например, или человека, каким-то образом, с ними связана. То есть речь идет об элементарных формах самоорганизации и защиты собственных интересов от студентов до пенсионеров, всех, так сказать, словев и так далее. И иногда Россия это знает, такие случаи. И я вам должен сказать, что, например, когда после манифеста 17 октября 1905 года была продекларирована, хотя законодательно еще не закреплена, в России свобода, то в России моментально возникло огромное количество политических партий, профсоюзных организаций, сословных организаций, поскольку Россия была отчасти и сословным. Тогда обществом. То есть Россия была страной с огромным потенциалом, который реализовывался, самоорганизация и кооперативные движения. Сейчас, видимо, в годы советской власти это утеряно. Это что касается вот этого. А что касается собственности, вы понимаете, какая штука? Ведь наличие частной собственности еще ни о чем не говорит, кстати говоря. И тоже западное общество, не надо думать, что это общество одних собственников. В современном среднестатистическом западном обществе количество частных собственников не столь велико. Потом есть совершенно другие формы собственности, акционерная там собственность и так далее, и так далее. То есть это не такая, вы знаете, картинка красной против белых, там власть против собственности. Нет, нет, все гораздо сложнее. Но что касается современного общества, я все-таки, хоть и говорил, что я не являюсь специалистом по структуре собственности и так далее, я подозреваю, что у нас настоящей частной собственности нет еще. Знаете, почему? Потому что у нас частная собственность прежде всего понимается как это мое. А частная собственность это сложный институт правоотношений, где это мое лишь на 22 месте стоит. А перед этим 21 социальная обязанность по отношению к другим субъектам и хозяйственной жизни и так далее, и так далее. То есть собственность это помимо всего известные слова собственность это кража говорит Прудон. Собственность это обязанность социальная во многих отношениях. А я еще я в своей жизни почти не встречал современных капиталистов русских, средних или более-менее крупных, которые именно так осознают эту собственность. И в этом в том, что я говорю, нет никакой социалистичности, скажем, потому что именно так трактуется собственность в западном праве и в западной социальной жизни, если мы говорим о собственности. Я таких форм собственности в России практически не знаю. Готов поверить, что они могут быть, потому что в предреволюционный период они были, значит, как и в любом другом народе, они могут быть, просто забыты эти навыки, понимаете, и само опять же трактовка, понимание собственности, оно ведь какое, схватил, убежал и спрятан, а это совсем не об этом, это воровство, в этом смысле собственность, кража, в этом смысле, но не в том, о котором, может быть, Прудон и не подозревал, так сказать, но опять же, еще раз скажу, что западное общество совсем не есть по преимуществу общества собственников, и очень многие люди на Западе не хотят быть собственниками, и социальные и экономические условия позволяют им быть не собственниками, но вполне и так далее, и так далее, там уже такое разнообразие форм собственности, что просто неслыханно для обывателя, так сказать, в реальной жизни, поэтому я не думаю, что здесь речь идет о какой-то такой, знаете, праведной борьбе собственности против власти или наоборот, все это не так, понимаете, но опять же, не специалист, не экономист, не юрист. Дорогие друзья, я чувствую, Юрий Сергеевич, у тебя как правило, какой режим, ты им не готов отвечать на вопрос, я хотел потом предложить еще всем? Андрей Борисович, я должен сказать, что я должен буду потом бежать, по одной простой причине, потому что я и так на иголках, хотя я еще готов несколько минут быть, просто 90-летней матери надо ехать, она звонила, это когда перед этим, 2 часа назад я сказал, что я приеду через 2,5 часа, но я просто очень, но я готов на какие-то вопросы. Давайте, 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 ну давайте, да. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, дипломаты работают на математиков, он так вот сказал. Как вы бы прокомментировали данную фразу? Не могу комментировать данную фразу, потому что я не понял, о чем идет речь. Историю делают дипломаты, а дипломаты работают на математиков? Под дипломатов он имел в виду, как мы тоже спросили, он сказал, что это государство, политики и так далее, а под математикой он имел в виду экономические круги, экономические интересы и так далее. Я не знаю, кто делает историю. Я вообще не знаю, что значит делать историю, это как-то очень красиво тоже и непонятно. Нет, я не берусь ответить на такой вопрос. Просто не мой язык, я не понимаю. Извините, пожалуйста, что я разочаровал вас. Меня зовут Дмитрий Сембирев, я студент второй курс Международного правового факультета, Юрий Сергеевич. Опять огромное спасибо за очень интересную лекцию. Хотелось бы узнать ваше мнение. В условиях того, когда целостность нашей, наша территориальная целостность поддерживается очень сильной власти, которая существует за счет природных ресурсов. Понятно, что такое положение эфемерно, так как режим всегда хрупок, а ресурсы, они, к сожалению, невызобновляемые. Что может послужить фактором консолидации территории народов за Уралом и так называемой европейской части России, кроме таких немного романтичных, на мой взгляд, концепций, как евразийство? Ну, я вообще не верю, что какая-нибудь концепция может кого-то интегрировать. Концепция. История как-то не так развивается. Значит, по поводу, кстати, сильной власти. Я говорю, что наша культура власти центрична, политическая культура. Я говорю, что наша власть насильная, но я не сказал, что наша власть сильная. Сильная власть – это эффективная власть. Наша власть не сильная, она слабая. И чем больше она хочет вертикалиться, я извиняюсь за такое слово, тем более не сильной она будет. Потому что, ну и целый ряд, я могу долго и любой из нас говорить, почему это. Она совсем не сильная, в этом ее, кстати, проблема. Она не знает, что делать, она мечется, она очень не уверена в себе, что неправильно тоже. Власть должна быть твердой и должна быть сильной. Русская власть такой не является. Я однажды видел, как в Париже, когда ваши ровесники восстали, что с ними сделала французская власть. Премьер-министр Баладюр был такой в свое время, премьер-министр во Франции. Высадил десантников в Сорбонну, десантников, и они быстро успокоили хулиганов. Многим это не понравилось, и мне тогда не понравилось. Но лучше успокоить хулиганов, чем, так сказать, дать им возможность громить и бить и прочее, прочее, прочее. А, например, вот русская власть, я слышал от некоторых представителей русской власти, страшно физически испугалась событий, это было 10 или 11 декабря, 12 декабря на Манежной площади. Просто испугалась, она испугалась того, что эти подростки сейчас пойдут на Кремль, и все эти ОМОНы разбегутся. Она просто этого испугалась, понимаете? Вот не знала, что делать. Это, кстати, очень серьезная проблема, и об этой проблеме, кстати, писали многие русские публицисты с начала 20-го столетия, кадетского направления. К кадетского направления. Например, такой человек, как Изгоев, участник ВЕХ, писал, что после революции, что русская власть должна намотать себе на ус, она должна научиться работать, говоря сегодняшним в массовом обществе, с массовыми демонстрациями, забастовками и так далее, и работать с одной стороны деликатно, но с другой стороны твердо, а она не умеет этого. Это очень серьезная проблема, кстати говоря. Но, конечно, сила власти не в том, чтобы бить по мозгам, а совсем в другом. В этом смысле она не сильная. Что касается какой-то интеграции, я не знаю, никаких идеологий, никаких... Сверху никакая идеология больше в нашей стране не пройдет, я уверен. Даже если на время произойдет катастрофа и победит какой-нибудь тут национал-социализм, какой-нибудь нашего разлива отвратительный какой-нибудь этнический национализм, может быть, даже с какими-то элементами псевдо-религиозными или с аллюзией на это и так далее, я думаю, что долго это совершенно не продержится, потому что это совершенно неэффективно. И мне могут сказать, что то же самое говорили про большевистскую власть. Нет, совершенно другой. Мир абсолютно в этом смысле изменившийся. Мир, понятно, в каком смысле изменившийся, и это не получится. Как можно интегрировать, не знаю, стать нормальной страной, чтобы из нее, как говорил Андрей Борисович, не хотели бежать. А что можно еще сказать? Понимаете, какая штука? Если человек, который живет в Владивостоке, и он видит, как живут японцы, ну, конечно, он хочет жить, как японец. Что тут так сказать? Это нормально? Понимаете? Человек, который живет в Калининграде и видит, каким был Кёнигсберг, и какой это была процветающей провинцией Рейха, ну, естественно, хочется бежать оттуда. Это сумасшедший дом совершенно, понимаете? Разумеется. И что касается Сибири, там Новосибирска, например, какого-нибудь и так далее, но если там, как и везде, начнется нормальная жизнь, никто тут не побежит, и всегда это будет русская земля. Если нет, то да, конечно. Я довольно часто бываю в Новосибирске, в Академгородке, например. Там все плохо, там все плохо, потому что есть талантливые люди и прочее, прочее, но все плохо. И вот, вы знаете, вот это единственный город, который я знаю в СССР, где нет ни одного дореволюционного здания Новосибирска. Ни одного дореволюционного здания. Они пытаются что-то реанимировать, одну-две избушки, и это ужасно. Вот, понимаете, советский город, где нет какого-то, пусть разрушенного, пусть хотя бы намеков на старое нормальное ядро. Я себя там чувствую ужасно. Притом, там в советском смысле стоят добротные дома, там были какие-то деньги, там была промышленность, театр и так далее. Но это ощущение ужаса совершенного, понимаете. То есть у нас есть ужасные провинциальные города, но хоть где-то сохранилось, хоть две улицы, хоть три, хоть какой-то намек на нормальную жизнь. Понимаете, эта жизнь должна стать нормальной. Понимаете, я учился, как и Андрей Борисович, как сидящие здесь другие люди около Крымского моста. Ну, понимаете, мы были там, я не знаю, комсомольцами, там, я не знаю, кем-то еще, там ходили на какие-то там комсомольские дружины. Понимаете, мы ходили по району Остоженки, Причистенки. Но это совершенно другое. Я вот сюда, когда лекции приезжаю, мне ужасно. Место, где я работаю, метропрофсоюзное. Я там всю жизнь работаю, мне страшно там появляться. Я каждый день с ужасом. Понимаете, вот это должно измениться, чтобы люди не бежали отсюда. Тогда и никто ничего не отвалится. Хотя я думаю, что мы потеряем и Сибирь, и Дальний Восток. Просто потеряем. Люди помрут, там, экономика не возродится, ничего. Остатки сюда приедут, и все. Что там будет, я не знаю. Я не футуролог, не знаю. Но думаю, что мы это потеряем. Абсолютно. Мы легко это взяли, легко отдадим. Мы не завоевывали это. Мы пришли, так. Все. Так, кто-то хотел еще. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Извините, Турбаков Александр. Я третьему. Тоже изучаю немецкий язык, Нюрманию. Одна из основных ваших идей – это преодоление негативного прошлого в истории. И сейчас слышны такие, скажем, призывы, где стерилизация. Мой вопрос такой. Не опасно ли это, как, скажем, Никита Сергеевич Хрущев начал с того, что развенчал куб Сталина, то есть критиковал Сталина, а не действия Сталина. То есть больше на личность переходил. Это, конечно, понятно. То, что сначала навязывалось, потом нужно преодолеть. Но сейчас не время ли простить, скажем, тех же лидеров и большевиков и перейти от критики людей? Критики, скажем, действий и идей? Ну, во-первых, сталинских лидеров не осталось. И когда лидер современных коммунистов, родившийся в 1944 году Геннадий Андреевич Зюганов, говорит о том, что его поколение лидеров современной Компартии не участвовали в сталинском Турбуре, он совершенно справедлив. Нынешние люди, исповедующие коммунизм и даже утверждающие, что Сталин – это чудо из чудес и вообще главный человек в русской истории, они действительно не участвовали ни в каком терроре. И никто, кстати, и не призывает с этими людьми расправляться или с какими-нибудь столетними стариками, дряхлами, которые, может быть, в чем-то и участвовали, никто не собирается справляться. Когда речь идет о достальнизации, речь идет о совершенно другом, вы понимаете о чем? Ну, у меня нет на это полномочий никаких, да, ни там нравственных, ни религиозных, у меня лично, поэтому я не… Можно Гитлера простить. Вот представьте себе, что вы еврей, да, и Гитлер уничтожил 6 миллионов из 14 миллионов евреев, хотел всех уничтожить, и, наверное, уничтожил, если бы разбил штаты, нас, там, не знаю, Англию, его евреи когда-нибудь простят? Я думаю, нет. А мы можем простить Сталина, потому что Сталин по отношению к нам, к нам, это ко всем народам, бывшей Российской империи, Советского Союза, близким народам, географически живущим и остальным потенциально, что значит простить? Речь идет о его душе или о его поступках. Вот как вы думаете, почему повесили Геринга там или кого-то еще, хотя Геринг отравился, кажется, его не повесили, да, он успел отравиться. Ну, тело повесили, да, тем не менее. Как? Да, потому что, а Риббентров вообще ни одного человека лично не убил, может быть и Геринг, ну, может, когда только в Первом мировой войне, когда летчиком был, кого-то и убил в качестве бомбометателя, так сказать. Мне недавно, кстати, один человек сказал, но ведь Сталин лично никого не убил, я не знаю, может, и убил, может быть, и не убил, я не знаю, не знаю. Ну, и что так сказать. Да, ну, понимаете, какая вещь, а разве, вот, вот сейчас говорят, комиссия там по десталинизации, десталинизации, я читаю, она какая-то страшная какая-то, она сейчас все а что она хочет-то, эта комиссия, а что она хочет? Ну, например, она хочет, чтобы поставили памятник жертвам репрессии. Вы за это? Надо поставить памятники? Вы знаете, что касается памятника жертвам репрессии, Георгий Сергеевич, я вас не видел, что просто расскажите, что было на последнем совете по внешнеоборонной политике, потому что Караганов, который является одним из главных деятелей комиссии, некий человек, я не буду называть эту фамилию, он сказал, что, знаете, если поставить такие памятники жертвам репрессии, народ этого не примет, их все были нужны фекариями. Говорит, вы знаете, говорит, ну, мы же все-таки в свободной стране, кто-то их примет, а кто-то будет мазать фекариями. Если вам больше нравится мазать фекариями, ну, мажьте, пожалуйста, этот человек после этого замолчал. Нет, понимаете, а вот, вы говорите, простите их, ну, их и так, собственно говоря, простили и ничего, они умерли своей смертью оба персонажей, Ленин и Сталин, ну и что, собственно говоря, аж в каком смысле, да, что это значит? Вначале взглянуть на вещи в простоте, вот без каких-то вывертов, без каких-то сложностей, просто посмотрите, ну, посмотрите просто, посмотрите просто, что больше. Вот я могу дополнить, мне завтра надо идти на радио и участвовать в дискуссии на тему, а тема сформулирована человеком, это Сергей Медведев, профессор высшей школы экономики, талантливый молодой человек, как формулирует талантливый, и для нас с тобой молодой человек, для них не молодой человек, западник такой, Ленин как бренд России. Во-первых, конечно, это звучит удивительно безвкусно, стилистически по-русски, но, ну ладно, уберем стилистику в сторону, умный, просвещенный, многознающий, на там всех языках говорящий человек, работник прогрессивной высшей школы экономики, всерьез хочет обсуждать тему, а что? А может Ленин может быть брендом России? Вот как для вас? Вот вы говорите, простить, забыть. Что простить, что забыть? А что забыть? А каждый день вы помните, вставая и идя на работу, что с нашей страной происходило и происходит? Пока... А? А как кто-то помнит преодолеть? Преодолеть? Во-первых, постоянно это помнить, постоянно об этом это помнить. И во-вторых, например, когда делается предложение, что человек, находящийся на государственной службе и пытающий оправдать в той или иной мере сталинские преступления и ленинские, и тоталитаризм, не имеет права быть на госслужбе. Это неправильно? Это неправильно разве? Это абсолютно справедливо. А как же иначе? А что же? Он имеет право оправдывать? Он может говорить, а вот вы знаете, как я слышу по телевизору, что, во-первых, убили там не 20 миллионов, а 2 миллиона, и всегда убивали по 2 миллиона. Что? Вы почитайте. Да вообще люди не знать ничего не хотят. Вот когда мое поколение читало «Архипелаг ГУЛАГ», ну, люди плакали, люди сходили с ума, люди... У них жизнь менялась, причем навсегда. Наоборот, об этом надо постоянно помнить, чтобы не стать такой же гадостью, как стали они. А как же? Кому прощать? Этим убийцам? За то, что они ваших дедов убивают? Да вы что? Вот в таком вот смысле. Но ведь никто не требует никакого, так сказать, суда кровавого расправы, об этом речь не может быть. Кого? Но, между прочим, между прочим, если бы был 1953 год, конечно, их надо было повесить. Скажу вам, как гуманист, безусловно, а не заслуживая этого, вне всякого сомнения. И я вам должен сказать, что когда 4 октября танки генерала Евневича стреляли 4 танка по Белому дому, это была исторически справедливая мера. Это было ужасно, это была исторически справедливая мера. Это была исторически... За все. За все. По-другому не будет. Как Гитлер получил за все. По-другому не может быть. Как Муссолини гораздо менее кровавая фигура получила за все, безусловно. И наоборот, меня убивают, например, все наши восторги перед Китаем, тоталитарной страной, с огромным бедным народом, но экономически там вырвавшимся. Китай традиционно, мимо прочим, всегда был достаточно... Вот Востоковед сидит, развитый и так далее, страной лишь... Проспал, так сказать, промышленную революцию, но до этого была вполне сопоставима и так далее. Но что из этого? Это что, нам пример абсолютно закрытого... Да, потому что другой Китай вполне нормально развивался. Да, или Гонконг там, например, и так далее. Вот. Понимаете, какая штука? Все сегодняшние разговоры, давайте забудем о Ленине, о Сталине, уже хватит об этом. Говорю, а кто об этом вообще говорил? О чем? По всему... По всей стране стоят памятники Ленина. Кому? Убийце. И мы соглашаемся с этим? И мы соглашаемся с этим? Ну, убийце памятники стоят. Убийце. Вот вы Германией занимаетесь, да? Вы можете себе представить, вы приезжаете в Дюссельдорг, выходите с вокзала. Чей вы там памятник видите? Бисмарку. Не идеальная фигура, но ничего. Ну, не Гитлер уже. Ну, вы же знаете, что происходит в Германии, если кто-нибудь скажет, что эти ребята ничего. Все. Три года. Три года. И вы знаете, что немцы достаточно при всей их демократичности жесткие. Три года получите. Да-да, абсолютно. И там боятся люди сказать где-нибудь что-нибудь такое. Вот. Попробуй только. Попробуй только. Там одна дамочка по телевидению сказала, недавно в Гамбурге, сказала, что, а вот с точки зрения семейной политики, вот о семье спрашивали, Гитлер, который апеллировал таким народным ценностям, он был даже лучше, чем современные вот эти атеисты, либералы и так далее. Все, конец. Причем, знаете, как конец с ней произошел? Все коллеги перестали с ней здороваться. Хотя, между прочим, вот если, например, все это закрыть, может быть и да, в каком-то смысле, где-то там семья еще традиционная больше сохранялась, чем сегодня. Но не в этом дело. Речь шла не о семья, а о гораздо еще более важных вещах. И поэтому все немецкое общество, прежде всего коллеги среагировали, нет, вон из нашей среды. Даже мысли не может быть. Может быть, излишне жестко. Русские, может быть, не такие. Русские более, так сказать, мягкие. Да вы что? Да вы что? Да вы что? Дорогие друзья, ну, если Юрий Сергеевич не хочет пить чай, то еще один вопрос. Я хочу, но надо. Ну, поджал, потому что за чашкой чая вопрос только. Меня зовут Никита Молчаков. Я тоже являюсь студентом международного профилактика. До второго курса у меня такой вопрос, тоже футурологически больше, о политико-территориальном устройстве России. То есть, как вы считаете, Юрий Сергеевич, какое будущее ждет современный российский федерализм, ведь его природа еще коренится в том советском федерализме, основанном на маркетинской ленинской теории, либо я же сейчас в точке зрения о том, что Россия перестанет быть вообще федеративным государством и станет унитарным? Ну, во-первых, я вам надо сказать, что советский федерализм имеет свои корни, в общем, и в губернской реформе, не федерализм, а территориальное деление имеет свои корни и в губернской реформе Екатерины Второй. Если посмотреть на последнее, кстати, столетие российские, ну, скажем, начиная с Петра, по сегодняшний день, мы увидим борьбу двух тенденций. Одна – это вот такое губернское деление Екатерининское, ну, условно говоря, которое большевики восприняли, а вторая – это тенденция, которая идет от Петра, который создает восемь губерний. Потом идея Никиты Муравьева в его конституции о создании тринадцати держав, которые, на самом деле, больше похожи на будущие немецкие земли, чем на американские штаты, как он сам думал. Потом возникает идея у Столыпина. Да, разумеется, да, конечно, в восемнадцатом году, да, да. Потом в окружении Столыпина возникла идея создать одиннадцать таких вот имперских округов, один Финляндия, другой Польша, так сказать, как вы знаете, сейчас созданы федеральные округа тоже. Кстати, заметьте, они внеконституционные, они внеконституционные, это тоже очень важно. И совершенно парадоксальным образом я это прочел у великого американского историка Ричарда Пайпса в восемнадцатом году в Екатеринбурге, в тот момент, когда были большевики, еще до взятия колчаковской армии, значит, Екатеринбургский совет провел такую, значит, конференцию, как Россия должна быть устроена. И, значит, был там один большевик, который выдвинул идею создания восьми таких вот больших территориальных округов, как сейчас. Этого человека звали Борис Николаевич Ельцин. Только это был другой Борис Николаевич Ельцин. Меня совершенно поразило вот это вот совпадение. Я думаю, Пайпса бы тоже поразил, потому что вот так не бывает. Смотрите, вот две тенденции. Одна тенденция эта, а другая тенденция. Как будет, я не знаю. Я знаю, например, что из недр, как говорят, администрации президента вышла совершенно безумная идея создания двадцати агломераций. Я не совсем точно знаю этимологию этого слова и что это имеется в виду. Но они должны быть и на смену вот этим 83-м сейчас оставшимся субъектам федерации и этому федерализму, и этому губернанскому делению. И это как бы должно переделать вообще всю Россию. Но я знаю, что специалист, например, из МГИМО, например, профессор Бусыгина, известный политгеограф и тоже германист, подвергла это жесточайшей критике, как такую маниловщину худшего разлива, так сказать. Что это просто невозможно, это ужас какой-то совершенно. Не знаю. Я не футуролог. Не знаю. Не знаю. И поверьте, что никто не знает. Никто не знает. Но в современном административном делении есть элементы русского традиционализма. Кстати, здесь ушел поклонник евразийства, так те вообще пели это деление и говорили, что вот наконец-то сделано то, что надо и прочее, прочее, прочее. Они говорили только о том, что нужно соединить территориальное деление с экономической властью вместе. Это, кстати, старая славянофильская идея, идея Константина Аксакова и Самарина и так далее, и так далее. Но это вполне тоталитарная вещь для 20-го столетия. Вот. Вот такие вот шуточки. Не знаю, как будет. Не знаю. Но я тут согласен с вами, что 83-е это очень много. Как-то даже непонятно, как этим управлять. И страна большая. И страна большая. Но это и выгодно, поскольку есть много людей, которые вокруг этого, так сказать... Что вы такие друзья? Николай, вы хотите? Ну... Если вы позволите. Ну... Если вы... Да, да. А в правом семействе. Как вы считаете, что является залогом легитимности власти в российской системе государственности? Не только в сегодняшнем, но... Значит, я написал работу на дня, еще тоже не опубликовал о легитимности царской власти, предреволюционной, разумеется, уже конституционной после 6-го года, советской, причем взял всю советскую не периоды неделя, и современной. Но, безусловно, что современная власть теряет со страшной силой правовую легитимность. Она перестает быть легитимной по Конституции. По целому ряду причин. Одна из этих причин заключается в том, что в центре эта власть имеет выборный характер, да? Выборный характер. Но выборы парализованы. Институт выборов не действует. Если институт выборов не действует, значит, конституционной легитимности в этом смысле не существует. Эта власть пытается восполнить это Конституцией исторической. Они апеллируют к русской истории. Но только истории, вот я вам говорил, военной. Они стыдливо забывают, что они все-таки и наследники они. И они признали это, что они правонаследники, правоприемники СССР. Значит, они признают все, что возникло с этого момента. Но они от этого двигаются. Про царскую Россию они вообще не говорят. Они готовы ее в каких-нибудь таких квазиэстетических формах принять, да? Типа, как это называется, сибирский цирульник, да? Вот в таких вот карикатурных формах они готовы присоединиться к этому, да? Там икра, блины, там медведи и так далее, там, да? И все. Но не далее того. Проблема современной России заключается, Николай в том, с моей точки зрения, что у этой власти нету легитимности. Поэтому она дергается. Она дергается. И вот эта вот тандемократия и вообще тандемная форма, она же полностью нарушает вообще Конституцию. Причем она очень опасна. Почему? Невозможно вынести вотом недоверие. Путин и его команда сделали так, что вотом недоверие стал невозможен по Конституции. Раз вотом недоверие тоже не действует, парализуется действие Конституции, парализуется вся политическая машина во всех ее проявлениях. Выборы не работают, вотом недоверие невозможен. Тупик. Цук-цванг. Пойти некуда. Ситуация. Но ничьи не бывает. Нельзя заключить ничью. Понимаете? Нужно какой-то выбор. Возвращение к правовой легитимности, как у всех. Причем четко должно быть заявлено. Жак Ширак говорит, Ширак, недавний президент Франции, он говорит, человек не левый, а таких умеренных убеждений, центристских. Наше государство не является государством, родившимся во времена и в эпоху Жанны. Это говорит, в общем, верующий католик. Наше государство родилось в ходе большой революции 89-го года. Это говорит не человек, близкий принципам 89-го, но он признает, что их государство такова. Вот он признал, нравится, мне не нравится, но он признал. И достигнут консенсус между галлистами, социалистами, основными партиями, между Ле Пеном и остатками коммунистов даже. Те, кто представлен национальное собрание, между ними достигнут консенсус по поводу того, что современное государство, не Франция, как культура или страна, а государство, возникло в 89-м году и так далее. И в этом это легитимность. И правовая историческая. Здесь, во-первых, полный туман. Полный туман. Какая историческая легитимность? Наследником какой России мы являемся? Ленинской они не хотят быть. Они говорят, что это какая-то такая коминтерновская, жидомасонская. Вот так вот. Именно в этом. Они не хотят. Они хотят вот этой вот... Они хотят сделать ставку на вот эту сталинско-национальную. Вот это вот. То есть они по-другому трактуют войну и все такое и прочее. И все. Но они от правовой отказываются. Современное государство не может обойтись без правовой легитимности. Не может, оно рухнет. Потому что это как бы... Вот контрадиция и надъекту. Это невозможно для существования государства, если оно отказывается от правовой легитимности как государство, как стейт. Но они практически отказались. Поскольку они отказались от выборов и всего остального, от партийности и всего... Они отказались от этого. Вот и все. Поэтому я думаю, что это одна из центральных тем. И они чувствуют это. Только они чувствуют в своих категориях, в своих понятиях, если угодно. У них чувства другие, но смысл именно этот. У них нет фундамента. У этого нет фундамента. У большевиков даже поначалу был сильнее фундамент. В этой марксистско-ленинском видении мировой истории, что они ее финал. Вот как финал всей этой гигельянской философии, всего этого дела. У них хотя бы в этом было. И я могу до определенного момента понять это. Потом прибавилась война, вот это вот народное, все и прочее, прочее. А у этих-то вообще нет никакой легитимности. Причем большевики никогда не говорили о юридической легитимности. Они всерьез и не относились к Конституции. Никогда, абсолютно. Например, господство КПСС, а слово ВКПБ в Конституции 1936 года упомянуто один раз в 9 главе. Все. Где-то в 9 главе сказано, что ВКПБ является чем-то там передовым, ванагардным, что-то. Все. Это потом появилась шестая известная статья в Конституции 1937 года. Это уже была другая, кстати, политическая система. Конституция 1936 года вообще. Никакой ВКП не говорит, хотя это и является основополагающим. То есть это вообще был вспомогательный документ, ДСП для служебного пользования, так сказать. Но сегодня-то это не так. И никакой другой легитимности нет. Там запрещена любая идеология в Конституции. Церковь, федеральное государство, если никакой религиозной, тоже идеологии не может быть. Все. Они сами себя заставили опираться на правовую, то есть юридическую легитимность. И от нее же отказались. Это самоубийство то, что они делают. Самоубийство. Да, это оптимистическая лёгка. Спасибо. Спасибо.